Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства в ВДТ. Я Алексей Верьянов. Это выпуск, который мы готовили три года. Он про автоматизацию, про умные дома. Покажем это все на примере нашего девелоперского проекта. Вообще, это самая запутанная, самая противоречивая тема. Не все любят умные дома, не всем они нужны. Но, тем не менее, это то, зачем у нас будущее, технологии развиваются максимально быстро. Как в этом во всем разобраться? Друзья, я пропустил очень много через себя. Я человек с пытливым умом, который пытается в каждой детали, в каждом нюансе разобраться. Вот посмотрите, какое количество проектной документации. Это альбом по электрике, по слаботочке. И я непосредственно участвовал в процессе формирования технического задания. В процессе, соответственно, реализации, обсуждения тех или иных решений. Постепенно начали на этом проекте у нас вырабатываться стандарты. То есть те подходы, которые мы применять будем и в будущих проектах. И, естественно, покажу это все не чисто в теории, а на практике, на конкретном примере, что и как было реализовано. Делаем мы это в резиденции Alt-Air, обзор по которой я уже выпускал на своем канале. Переходите по ссылке. Но сейчас будет чисто про автоматизацию «Умный дом». Готовы? Поехали! Ну, рассказывай, что мы здесь натворили. Мы из любой точки можем управлять светом. Сири, я приехал. Он тебе открывает ворота. Я за ретейс-прием. Взаимодействия с домом у посторонних быть не должно. Следует оговориться, что об автоматизации мы будем говорить все-таки на примере девелоперского проекта. И здесь подход девелопера и подход частного заказчика, который строит или заказывает дом для себя лично, для своего личного использования, может немножко различаться. Но даже и для частного заказчика подход девелопера может быть очень-очень интересен. Какой подход у заказчика? Чем он отличается от девелопера? Ну, во-первых, у него конкретно есть какие-то потребности. Либо они выявлены, либо ему инсталлятор подсказывает, что можно и как сделать. И он под себя настраивает изначально, программирует эту систему. Собственно, она создается под его потребности. Второй момент. У него, конечно, для себя любимого. Ему не жалко бюджета, он хочет сделать самое лучшее. Выбирает какие-то хорошие, проверенные, надежные, дорогостоящие часто решения. Третий момент. Если у него был опыт уже с заказом частного дома в квартире или в другом доме, в предыдущем, то, конечно, у него есть какие-то предпочтения и по конкретным маркам, брендам. Соответственно, он также их техническом задании отражает. Ну и четвертое, конечно, что частный заказчик – это лакомый объект для любого инсталлятора, который, естественно, рассматривает его с коммерческой точки зрения, с точки зрения своей маржинальности, заработка. И если этот частный заказчик не обладает множеством знаний, естественно, ему будут пытаться предложить какие-то решения, может быть, не самые оптимальные. У нас же подход девелопера следующий. Мы, во-первых, не знаем портрет того человека, который приобретет этот дом. Соответственно, второе. У нас должна быть возможность закрыть практически любые потребности будущего хозяина и его семьи, который приобретет этот дом. Что мы делаем? Мы делаем так называемую проводную базу, то есть полная проводная подготовка. Недаром сюда, на этот дом, ушло аж 16 километров проводов. Это 8 почти километров провода по электрической части и 8 километров по слаботочке. Но при этом мы не реализуем полный функционал дома, потому что мы до конца не понимаем, не знаем, что потребуется покупателю. Но всегда имеем возможность ему в будущем это предложить. Вот все, что он захочет, на 99% все реализуем. Мы, конечно, для демо-режима вывели ряд функциональных моментов. Частично видеонаблюдение, частично колонки под аудиосистему. Какие-то шторы у нас управляются. Но все остальное это уже этап расширения, следующий этап. И в этом выпуске мы очень много будем говорить именно про стандарты. Те стандарты, которые мы у себя в компании приняли для девелоперских проектов. Те подходы, которые мы изучили из объекта в объект. Что нужно аудитории, продавая дома, строя дома, получая обратную связь от нее. И эти стандарты, они не за один год родились. И находятся также еще в гибком режиме. Мы еще что-то можем изменить. Но самое главное, на чем мы делаем акценты, за что я топлю в элите недвижимости, это, конечно же, акцент на ликвидности. Даже те решения, которые частный заказчик для себя делает, могут быть настолько индивидуальны. Да, они подходят лично для него. Но в будущем захочет он продать этот дом без возможности расширения. Это будет уменьшать целевую аудиторию. А ликвидность это наоборот. Максимально широкая целевая аудитория. Соответственно, заказчику тоже нужно всегда думать о ликвидности и о возможном потенциальном функционале, который, может быть, ему не нужен, но нужен кому-то, кто также является целевой аудиторией. А еще очень важный момент, что поскольку девелоперский проект это проект для максимально широкой целевой аудитории, то мы должны учитывать интересы и гиков, тех людей, которые повернуты на современных технологиях, на автоматизации, хотят всем управлять, ну и также мы должны преследовать интересы староверов, то есть тех, кто хочет кнопочными выключателями управлять и не думать о каких-то облачных системах, автоматизациях и так далее. На самом деле на рынке есть и те, и другие, и, соответственно, наш подход к автоматизации должен учитывать интересы обеих групп. Так, друзья, приступим уже к обзору элементов автоматизации, элементов умного дома. Я как раз буду проходиться по этим блокам один за другим и, собственно, максимально подробно обо всем рассказывать. Первый блок, он связан с освещением. Это, пожалуй, блок такой один из самых сложных, где больше всего, наверное, нюансов. Со светом мы связаны практически в любом помещении, поэтому я вынес на первое место. И у меня здесь задача, чтобы у вас сформировалась максимально прозрачная, понятная картина для того, для того, чтобы вы могли самостоятельно принимать взвешенные решения при планировании своего дома и при планировании и заказе своей системы автоматизации. Начну с азов. Те, кто хоть раз вообще слышал что-то про умный дом, про систему домашней автоматизации, наверняка слышали такую аббревиатуру, как KNX. Это даже не аббревиатура, а сокращение от слова «Конекс», вот что-то связанное с соединением. По сути, это коммуникационная шина или другими словами еще называют это протокол. То есть, по сути, это некий стандарт, который позволяет объединить между собой различные устройства. Собственно, автоматизация и есть про то, чтобы объединить различные устройства. Суть состоит в том, что подключенные к единой шине или сети абоненты, то есть устройства, могут обмениваться друг с другом определенной информацией или командами. При этом подлежащая передаче информация упаковывается в специальную цифровую команду, еще называют телеграммы, и передаются по кабелю от какого-то выключателя, датчика, сенсора, то есть отправителя команд, к одному или нескольким исполнительным механизмам. Их еще называют актуаторы. Чтобы было понятнее, давайте объясню это на сравнении с классической электрикой. Что такое классическое освещение по стандартной электрической схеме? Это когда происходит при помощи выключателя замыкание цепи. То есть ток по цепи не шел, включили выключатель, он замкнул цепь, стал ток идти и, соответственно, включилась лампочка. Это означает, что у нас должен быть силовой провод, который проходит через выключатель. А вот умная электрика — это разделение электрической сети, то есть по которой идет ток, и шины управления. То есть электричество подается как раз к источникам света, к светильным приборам, а к выключателям подается как раз шина, по которой передаются команды. То есть умное освещение — это когда мы нажимаем на выключатель и отправляется по шине цифровая команда, она идет в щиток. Ее получает как раз исполняющее устройство, актуатор, и он в щитке уже замыкает цепь, да, и загорается лампочка. Очевидно, что классическая схема и умное освещение — это просто разные схемы прокладки проводов изначально. То есть это нужно правильно спроектировать и правильно в дальнейшем эксплуатировать. Очевидные плюсы умной электрики в том, что, во-первых, ты можешь поставить неограниченное количество выключателей в любые места и отправлять команды откуда угодно. То есть мы не завязаны на необходимость делать электрическую цепь. Второй момент — это то, что мы можем дополнительно управлять тем же самым освещением, посылая команды вообще извне. И третий момент — это то, что мы можем, посылая одну команду, на самом деле запускать сразу несколько сценариев. То есть одной кнопкой включить сразу несколько групп освещения, а другой — соответственно, другое количество групп. При классической электрике такое просто невозможно. У меня есть еще очень много чего рассказать, но давайте, чтобы вы не заскучали, переключимся на обещанную практическую часть. А сделаем мы это с нашим партнером по автоматизации Алексеем Шалагиным, компанией IP4U. Алексей, мы с тобой уже записывали интервью, но это, правда, был такой больше теоретический разбор вообще умного дома, сценариев и так далее. Но если вдруг вам интересно, обязательно заходите по ссылочке, потому что информация там абсолютно актуальная и не протухла, скажем так. Алексей, мы сегодня больше про практику. Давай покажем, какие дополнительные возможности вот с точки зрения практических как раз моментов комфорта проживания дает нам умный дом автоматизации. Вот на конкретном каком-то примере, да? Да, собственно говоря, начнем с холла. Да. У нас здесь, как мы видим, пять групп выключателей. Ага. Очень аккуратно все, ничего не бросается в глаза. Одной из групп мы выключаем все фасадные подсветки. Ага. Здесь остается четыре свободных, в которых мы из любой точки можем управлять светом хотя бы в этом холле. Да, здесь особенность в том, что у нас может быть разная логистика. То есть мы можем зайти из этой части, там, раздеться в гардеробную, пройти в гостиную, там, пройти через эту дверь, уйти туда в гараж, там, наоборот, приехать из гаража, пройти в гостиную. То есть мы в этом помещении со скольки мест можем управлять, там, не знаю, конкретно люстры, вот, освещение? Конкретно люстры мы можем управлять из четырех точек. Ого. Да? Вот, то есть... Попробуйте это сделать на стандартной проводке, кстати. Ну, на классической электрике, я знаю, вот эти переходные выключатели называются, да, там их в трех местах. Но это просто колоссальное количество проводов. А если из четырех, я вообще не знаю, реализуемо ли это. Ребята, кстати, поделитесь в комментариях, возможно ли реализовать включение какой-то группы света из четырех мест. И сколько надо проводов на это заложить. Так, то есть мы можем войти отсюда, да, включить, соответственно, свет здесь и дальше там выключить его. Мы включаем люстру, нам надо пойти дальше, в часть дома мы выключили этот цвет, ну, про остальную функционал тот же самый. Да, да, да. Или, допустим, мы выходим из этой комнаты, и нам темно, и поэтому мы снова включаем в себя эту же люстру. Мы вообще супер, все продумаем, да? Есть еще при входе выключатели, которые в простонародье называют выключить все, вот, но он у тебя умный. Он у меня умный, и на самом деле чуть больше в данный момент у нас дом находится в режиме показов. Соответственно, брокеру бегать здесь, включать в каждой комнате свет очень неудобно. Когда у нас брокер приезжает на показ, он просто открывает дверь и нажимает единственную кнопку. В этот момент мы включаем абсолютно весь свет в доме. После того, как мы выключили, если бы у нас это была бы стандартная наша классическая электрика, мы выключили дом, и кто-то там моется. А я понимаю, что я хочу выйти из этой комнаты и включить себе свет. Вот. Это, кстати, вот реально очень важное отличие, которое люди не понимают. Вроде бы есть кнопка выключить все, да, но она реально, пока ты ее обратно потом не включишь в этом же месте. Правильно я понимаю? То есть, по-другому на классической электрике это не сделать? Абсолютно верно. Здесь мы, ну, тот же самый, да, еще раз, чтобы у нас прям в реальном времени. Мы выключаем все и снова включаем. Слушай, а сколько у нас здесь получилось вообще лампочек, групп света, светильников? Дом у нас большой, поэтому светильников больше 200 штук. Ого! И групп света с похожим количеством. Понятно. Ну и давайте уже все-таки не будем в темноте. Давай, да. И включим наш дом обратно. Ну, на самом деле, это мы так называем, включить все, выключить все, но это неправильно, да? Поскольку у нас здесь речь о сценарии, правильно, наверное, говорить там, я уехал, я пришел, я ушел, да? Да, к этому мы сможем подвязывать не только управление светом, но и какими-то другими приборами. Ну, то есть в этом и есть удобство, что кнопка выключить все превращается в реально удобный формат, когда ты, я уехал, у тебя дом ставится на сигнализацию, да? Что-то еще можно сделать? Ну, выключить кондиционеры, выключить телевизор, выключить колонки, опустить ворота, шторы, задержка, закрыть шторы, все это прописывается. Ну, это мы говорим сейчас про весь дом, да, но такой же сценарий в целом можно настроить и в какой-то отдельной комнате, потому что там тоже много приборов, много групп света, да, и когда ты уходишь. Мы без проблем вешаем на любую из кнопок, которую там пожелает заказчик или как у вас, будучи владелец, подвязывается функция кнопки выключить комнату, и мы туда прописываем весь желаемый функционал. То есть также можно задвинуть шторы, отключить кондиционирование, отключить телевизор, выключить весь свет, нажатием одной кнопки. И в рамках одной комнаты. Класс. Так, а теперь давай поговорим про сами выключатели. Вот, вообще я всегда у меня ассоциировался изначально, до того, как мы вообще начали прописывать какие-то стандарты, умный дом, это вот с этой вот грядой выключателей, обычно они расположены на метр пятьдесят, да, вот как бы стандарт, вот, и ты там должен подойти, что-то угадать, что-то прочитать. И так далее. Это одна из причин, мне кажется, почему умный дом не получил такого распространения. И мы, стандарты нашего дома, как бы все-таки решили, что управление светом должно быть привычным образом, да, у нас появились вот такие вот выключатели, которые ты, не задумываясь, можешь, как бы, на уровне руки выключать. Вот, какие вообще бывают выключатели вот именно умные? Ну, начнем с классики и базы, это выключатели специально разработаны для системы автоматизации. Мы не ограничены в дизайне, мы не ограничены в функционале, но мы ограничены ценой. Все-таки очень... Это ты говоришь про выключатели, в которых уже модуль Canon X как бы встроен, сам выключатель. То есть он прям уже изначально умный, нажатие кнопки или там как бы сенсор какой-то, он посылает команду уже к нам. Уже чистую в шину, да, без каких-либо... То есть это чистая команда, этот выключатель специально делался для работы с этой технологией. Но там, я так понимаю, бюджет таких выключателей уже достаточно приличный, да? В минимальном варианте, там, вот, не знаю, 200 долларов за одну штуку. 20 тысяч рублей. Да, и... По полторы тысячи, да, бывает? Полторы тысячи долларов это не предел. Не предел, валярно. Окей. Хорошо. Ну, а тут еще же вопрос все-таки по дизайну. То есть там в целом ты говоришь, что выбор достаточный для того, чтобы любые вообще выбрать, да? Абсолютно. Дерево, металл, сенсоры, касания, куча ответных каких-то подсветочек. Каталогов огромных. В мире ИКНХ больше 5000 производителей устройств. Но если вдруг не устраивает, то можно, например, взять просто дизайнерские, их называют еще звонковые, да, по-моему, выключатели? То есть они как бы подают, просто замыкают команду какую-то. Я замкнулся или я разомкнулся. Ага, понятно. Но им нужна будет помощь. Да, вот расскажи, как мы его делаем, из него делаем умные КНХ-ные выключатели. Ого. Вот есть вот такой приборчик, делают их тоже множество компаний, но мы используем российские приборы. Наши делают уже, да? Да, это чисто русский прибор. И мы адаптируем выключатель. Это у нас сажается на шину КНХ. Так. Это вот тот проводочек, который там с пятью или там четырьмя? Да. С четырьмя проводочками, да. Это шинный кабель, это наш транспорт. Дальше мы берем два контакта. Если мы их замкнули, то произошла команда. То есть мы каждый проводочек с каким-то одним соединением. Ну, здесь два общих и шесть остальных, да. И дальше всю логику уже прописывается непосредственно в этот прибор. Одинарное нажатие, долгое нажатие. То есть получается, если есть одинарное и долгое, то это... Короткая, длинная. Мы вот здесь, мы можем использовать восемь разных функций. Как правило... А, это же четыре клавиши. А так, если был шестиклавиш, то вообще двенадцать. Двенадцать разных функций. Не всегда это удобно. С другой стороны, всегда можно задать единый алгоритм всему дому. И, допустим, коротким нажатием включать свет, длинным выключать. Понятно. Мы вот здесь длинным нажатием выключаем весь дом. Да, да. Но переключаем мы просто обычным нажатием. Как правило, это удобнее, потому что... Да, да. Но в целом длинное нажатие, это же не только команда для света, да? Это команда. Понятно. Да, вот давайте мы уйдем от... В принципе, от света, это команда. Соответственно, мы можем длинной командой выключить телевизор. Мы можем длинной командой выключить кондиционер. Мы можем длинной командой включить весь газон, который нам случайно не надо включить. Но когда мы это делаем осознанно, мы это делаем длинной командой. Это просто команда. И мы диммировать тоже можем сверху вот этим вот на длинном нажатии. Это все делается с помощью этого прибора, и причем покажем, я думаю, скоро. То есть использование вот таких классических, скажем так, звонковых выключателей просто с этим модулем, оно позволяет удешевить стоимость вообще? Честно говоря, нет. Потому что есть такая вещь, как пусконаладочная работа. Если мы берем стандартный выключатель и одеваем его на два кабеля и прикручиваем к стене, то здесь мы должны взять этот прибор, подготовить кабельную линию, подключить к выключателю, прикрутить выключатель. То есть просто больше затрат получается на пусконаладочные работы? Это больше затрат именно у инсталлятора. В деньгах, если брать вот это ГО, будут либо дешевле выключатели, но дороже работы, либо дороже выключатели, но дешевле работы. Понятно. Это надо учитывать, кстати. Потому что, да, действительно, сможешь прайс-лист этих KNX-ных выключателей, думал, елки, как так можно? Да, но... Но потом это выйдет примерно в одно и то же. Пусконаладка и итоги нивелируется. Но функционал будет гораздо больше. Потому что у меня, например, который я себе выключатель запланировал в квартиру, у него четыре кнопочки, да, и там можно сделать еще нажатие двух кнопок, трех кнопок, задержать и так далее. То есть там вообще, по-моему, команд там 20 штук. Не знаю, будут пользоваться или нет, но это надо попробовать. Мы будем пробовать. И все это, и тоже, да, всегда, если что-то стало неудобно, в этой системе мы можем влет перестроить в любой режим. И даже если вдруг так произошло, что вы промахнулись с выключателем, и где-то вот вам не хватает, да, то есть провод не положили, всегда есть возможность сделать Wi-Fi выключатель. Прямо если совсем уж что-то такое пришло в голову, решили переделать. Крайняя мера, как правило, в профессиональных установках это не используется, но да. Так, Алексей, у нас помимо классических выключателей очень много используется датчиков движения, в основном они в технических помещениях. Давай посмотрим, какие у нас их особенности применения. То есть в чем вообще удобство датчиков движения? Что ты вообще никаких действий не делаешь, просто зашел. Ты просто идешь. Да. Мы. Вот на примере, кстати, нашего гостевого санузла можно показать, как здесь устроен принцип освещения. Вот эти выключатели не регулируют свет в санузле, они как бы для коридора, да, настроены? Ну, собственно говоря, мы просто заходим в помещение. Да, так, я захожу. О, срабатывает. Но он не на полную яркость, да, включает? Да, он включается на 20% от своей мощности для того, чтобы, ну вот, не знаю, нам надо зайти и просто ополоснуть руки. То есть такой режим у нас в гардеробных комнатах, да, получается, в санузлах во всех, да, каких-то технических помещениях. В проходных помещениях, там, где нам не нужен основной свет. Если нам, мы хотим здесь остаться, то мы уже включаем свет на полную яркость. А, вот. И уже, соответственно, пользуемся этим помещением неограниченно в любом назначении. Просто часто бывает так, что тебе надо зайти реально там на пару минут, да, что-то взять, и вот этого света тебе вполне достаточно, чтобы там все свои дела сделать. Да, а если еще и руки грязные, то ты успеешь помыть и ничего не залепаешь. Да, ничего вообще не нужно. Слушай, ну, неплохой, мне кажется, интересный вариант. Единственное, надо привыкнуть, да, потому что не все... Во, все. Минута прошла. Да, ну, надо просто запрограммировать, наверное, чуть подольше, на минуту, на 5, да. 5 будет неудобно, тогда вот здесь всегда будет ловиться компромисс. Мы ставим именно минуту, именно без определения в данный момент входа-выхода. Его можно блокировать, пока ты двигаешься под ним, это все расширение функционала. Но именно сама идея тогда пропадает. То есть этот датчик нужен на краткавер, именно включение. Минуты, да, ну, то есть, если он постоянно будет посылать команду, что ты тут двигаешься, да, он просто будет продлевать минуту. Да. В целом нормальная тоже история. Слушай, у нас спор возник, там немногие комментаторы пишут, что, о чем ставите датчики движения, а не датчики присутствия. Вот, для зрителей, кто не в курсе, рассказываю. Датчик движения, фиксируй движение, да, то есть мы перемещаемся, он фиксирует, он красненьким горит, чувствует, что мы тут, как бы, движемся. Вот, а датчик присутствия, он может регистрировать нахождение человека. То есть я могу просто стоять, сидеть ровно, и он будет знать, что я здесь, и, соответственно, вот не выключать. Не делать вот так, да. Соответственно, почему мы не ставим датчики присутствия? Какие причины? Слушай, мы их не ставим по двум причинам. Ну, все-таки мы не знаем особенности психотипа конечного покупателя, и, например, я очень против какой-то активной электроники по включению. А что он активнее? Датчик присутствия у нас всегда излучает электромагнитные волны. Его принцип работы на измерение объема помещения ультразвука. Ну, в большей части. У нас достаточно звуковых и шумовых эффектов поля, да, вокруг, чтобы еще и здесь находиться под этим датчиком. Слушай, многие же, наверное, какие-то, которые не орут. Они существуют, но вы застройщики, поэтому ваш бюджет уже будет неинтересен, плюс эти размеры достаточно крупные. То есть он так по у миниатюрного, неоручего датчика присутствует. Пока не встречал. Если вы знаете, можете тоже написать или все, возьмем всех устройств, знать невозможно. Намекает, что по рации ты уже... Да, давай пойдем дальше. Пойдемте дальше. Алексей, давай расскажем про логику включения. Вот на примере кухни, столовой нашей. Вот наш, собственно, пульт управления с четырьмя выключателями. Здесь у нас четыре выключателя, но шесть групп света на самом деле. Давайте, чтобы, наверное, что-то было показать, мы сначала все выключим, а потом уже будем включать. Все выключается так, постепенно. Это демирование. Это демирование. Здесь очень много демирования групп. Мы про демирование еще поговорим. Собственно говоря, первым включением мы используем самую удобную часть. Это включение острова. Далее мы можем включить все подсветные освещения. Здесь мы включаем треки. Но если нам и этого недостаточно, то мы уже добавим и люстру. Понятно. Хорошо, а есть вариант прийти и вообще весь свет включить, правильно? Да, здесь одну из кнопок мы в комнатах уже стараемся закладывать под полное выключение. Соответственно, мы можем выключить абсолютно весь свет. Да, да. И также мы, зайдя в комнату, это не самая часто использована функция, но весь свет мы включаем просто одним нажатием. Понятно. Круто. Удобно? Да, вполне. Так, но мы предусмотрели и поле изощренного потребителя. Конечно. Поэтому, например, вот в каждом помещении мы предположили возможность вывести любую панель управления. То есть это может быть многоклавичный выключатель. Экран. А, экран, да. Как бы просто панель. Экран маленького размера, большого размера. Здесь у нас есть механика и физика, это провода, это самое главное. Размер уже можно определить. А как мы там эти провода заложили? Там находится установочная коробочка, а дальше... А, все, она зашпаклевана. То есть у нас в проекте указано там место конкретное, да? У нас указано точки, где мы располагаем дополнительный кабель. То есть просто можно выпилить, вытащить провод, все подключить, повесить, и все, и управлять. И работает. Да. То есть мы можем тогда, если, например, это панель управления классическая, да, вот со всеми функциями, ты там уже вообще всем управляешь. И аудио там включаешь, и все остальное. И свет, и световые сценарии там. И здесь можно уже тогда вообще все, что хочешь, продумать. Ну, конечно. Да, супер. Так, Алексей, ну вот это уже классический выключатель. Абсолютно. И я больше скажу, когда кто-то скажет, что он категорически не хочет умный дом, он получит вот это. То есть обычные физически нажимаемые кнопки, как вот привыкли, да? Вот прям мы берем и выключаем свет. Но при этом все тоже на умном доме. Абсолютно. Здесь единый транспорт на сеть, и мы не будем отдельно заморачиваться с какими-то вещами. Но дизайнер решил, что в данном помещении это комната для помощников, поэтому чем-то особо серьезным по дизайну мы не занимаемся. Здесь стоят обычные выключатели. Слушай, я видел недавно этот ролик, если вдруг у тебя нет умного дома, есть эти умные нажиматели кнопок. Сюда его приклеить, и прям два, да. И в принципе мы можем сделать умный дом. Да, ну это будет, конечно, вообще нагромождение такое, да? Еще батарейки бегать менять там периодически. Да. Но ведь никто же не будет знать, что там транспорт. Ну да. Готов к этому. Поэтому да, пожалуйста. На самом деле это боль многих домов, потому что есть приборы, которые устанавливаются на полу или стоят на тумбочках, да, это касается прикроватных каких-то тумбочек и ламп настольных. И в большинстве домов, даже самых дорогих, мы встречаем вот эти провода с локальным выключением. Алексей, расскажи, как мы тут подошли к этой проблеме, как мы сделали умные торшеры? Не мудрствуя лукаво, мы взяли обычную розетку и загнали ее в электрический щит. Просто отдельной группой. А, ну то есть... А, все, просто от нее идет отдельный провод. Да. И в щиту она управляется. А здесь, кстати, вот он, локальный выключатель. Можно включать чашечку. А, он вообще даже заблокировал. Его заблокировали, получается, ребята. Ну, да. Супер, отлично. То есть, в щиту установлен у нас как раз... Один. Как обычный выключатель, да? Замыкается цепь, подается ток, включается... Это фактический выключатель, который у нас и есть. Просто эта лампочка находится на полу. Понятно. То есть, сидим на диване. Темнеет, хочется включить торшер, да, подсветку. Мы берем наш предмет. Да, с телефона, например. И включаем. Ага, понятно. Но у нас есть еще и пульт управления. Покажи. Да, давайте уже прям проживем локальную жизнь. Давай, во-первых, расскажи, что такое за пульт. Это отличие, на самом деле, премиальных систем автоматизации от начинающих, потому что данный пульт умеет управлять абсолютно всем. Слушай, такой тоненький, с экранчиком. И с пониманием, что у нас сейчас происходит. Видишь, телевизор выключен. А, он еще и телевизором управляет, да? Он управляет всеми устройствами. А, и комфор, то есть здесь... На ровне. Супер. То есть мы можем... Сейчас давай, вот, торшеры, например. Сейчас я найду. Так, освещение. О, торшеры. Опс. Все, включили. Мы делаем это, сидя на диване, никуда не вставая, не беря в руки телефон во время просмотра фильма. И бра. А можем сценарий, где, например, бра с торшерами включается одним сценарием, кнопкой там, и все. Класс. При этом взяли и с этого же пульта включили телевизор. Так, что, включится? Да. О, смотрите, ребят. И будет просто управляться, как обычный телевизор. То есть с одного пульта, который лежит локально в зоне дивана, тебе даже телефон с собой таскать не нужно. Ты где находишься... Это самая удобная вещь, к хорошему быстро привыкаешься. И это лучше, чем, например, панель управления, потому что к тебе к ней тоже надо встать. Конечно, нет. Это непосредственно, как мы называем, пульт всех пультов, когда вот он всегда с тобой и рядом. Он заменяет остальные... Царь пульт. Царь пульт. Он заменяет пульты от штор, он заменяет пульты от телевизоров, он заменяет пульты от ресиверов, он заменяет пульты от всех пультов. Отлично. Ключая кондиционер. Вообще класс. И он заряжается еще? Да, у него своя док-станция. А на сколько его хватает в режиме? На недельку. А, на неделю? Да. А, ну супер. То есть он реально может... Он действительно лежит. Все время лежит. А потом раз, положил... Это даже не телефон, который сзади сажается. Нет, 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 нет. Это вполне себе долгоиграющее технологичное устройство. Класс. Ребят, на самом деле, я даже два пульта уже себе в квартиру взял. Будем играть. Кстати, да, количество пультов. Если вдруг находится несколько человек одновременно, и каждый хочет что-то там... А ты же управляешь конкретно помещением. А там попросить, значит, да, любезный. Изволь включить, пожалуйста, вот этот цвет, да? Этим пультом ты можешь включить любой свет в комнате, либо, перейдя в настройки другой комнате, включить свет. Это всего лишь один из видов интерфейса. То есть это фактически, ну, наше взаимодействие с системой в виде пульта для телевизора. Мы можем... Для каждой комнаты он свой или он один на весь дом? Один на весь дом. Для каждой комнаты свой. С трех пультов одной комнаты управлять. Неважно. Это всего лишь точка соприкосложения системы. Но ты можешь, например, если пульт находится в спальне какой-то, отключить управление гостиной, чтобы дети не болеялись вот это? Вот мы прямо берем и переключаемся на любую комнату. Вот, это я понимаю. Главная комната, вот, например... Вот мы сейчас в мансарде. Ребенок там у себя в детской комнате сидит, управляет это и тут... Да, и мы ему телевизор выключаем и... Нет, ему, да, а чтобы он здесь не управлял, можем ему отключить в его пульте управление возможность управлять гостиной? Да. А, все, то есть мы блокируем и говорим, он же может управлять только там таким-таким помещением. Да, конечно, это можно сделать. К каждому пульту я понял, о чем мы можем привязать, но, как правило, тоже не встречали такого. Обычно родители управляют телевизорами детей, чтобы... Ну, есть, знаешь, дети такие с гиперактивностью, которые будут хулиганить. Да, это... Чтобы не хулиганили просто. Можно жестко привязывать пульт непосредственно к комнате. Да, ребят, но удовольствие не из дешевых. Стоит дороже 15-го айфона. Сколько? Полторы тысячи, по-моему, да? Да, полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов. Сто пятьдесят тысяч рублей, вот такой пультик. Красиво жить не запретишь, да? Да. На весь дом, конечно, не напасешься. Ну, пару-тройку на такой дом будет достаточно, а в остальных комнатах можно положить пультики попроще. То есть всегда есть возможность телефона управлять как ни крути. Да. Ну, просто еще преимущество этого пульта, например, он локально работает. То есть тебе, опять же, интернет не нужен же здесь для него. Мы не пользуем интернет, в принципе, в этом доме с точки зрения общепринятого стандарта. То есть интернет используется только если ты извне, когда управляешь. Этот пульт, соответственно, если отключится, интернет будет управлять всем так же. Взломается Wi-Fi. Ну, понятно. Этот пульт работать не будет. А другие версии, у производителя есть другие версии пульты, которые не подвержены даже работе. Wi-Fi это все равно локальная сеть, ты ее контролируешь. Это к тому, что просто интернет не требуется. Нет, в этом доме никакой из приборов не требует подключения к интернету. Вот, это, кстати, боязнь такая, одна из самых популярных. А именно этот дом взломать нельзя, потому что у него еще нет внешнего адреса от провайдера, как все любят, говорят. Мы вас найдем по IP-шнику, да, здесь этот, конкретно этот дом, в данный момент на сером адресе. Его вообще в среде интернета нет. А, его вообще не существует. Да. Класс. Ну все, можно, я так понимаю, телевизор выключить. А, это смотреть. А как его выключить? Все. Отключить. И он, кстати, черным экраном стал. Все, сразу видно, что выключен. Так, нам очень важно, надо еще тему обсудить. Касается она диммирования. Давай чуть поподробнее расскажем. Что такое диммирование вообще? Диммирование – это возможность изменения яркости светового примера. В первую очередь. То есть, обычно есть включить-выключить на 100% яркости, да? А можно поставить, соответственно, на какой-то, вот как мы в самом узле было, там 20%. Какой-то диапазон, чтобы это было не так ярко для создания каких-то световых сценариев либо настроения. Понятно. Давай расскажем еще про один термин, да? Или там стандарт, да ли, да? Что это такое? Вот. С чем едят этого Сальвадора? Этого Сальвадора едят очень просто. Это цифровой способ управления нашими светодиодными лампами. Потому что раньше у нас были лампочки накаливания, мы их могли диммировать по ТРИАК, так называемой технологией. Она обратно совместимая сейчас есть, у нас некоторые лампочки так работают, но современное управление светом, оно цифровое. Все понятно. То есть, лампы накаливания диммируются за счет подачи как бы разного… За счет отрезания части электричества, назовем это так, да, мы говорим про… То есть, меньше электричества даем, она менее ярко светит? Она менее ярко светит. Все понятно. Светодиод у нас включается от двух вольт. Ага. Отключить там… Отключить его, да, что-то невозможно, поэтому ребята там подумали-подумали, сказали, а давайте мы сделаем программно это выключение. Поэтому в каждом из вот этих светильничков есть начинка, которая позволяет понимать команды, которые мы присылаем из сети и регулировать яркость. То есть, речь идет про трековые системы, да, где в каждом из светильников есть как раз какой-то модуль управления. Абсолютно верно. И в отличие от нашей классической схемы, вот из этого светильника мы можем включить любую из четырех ламп на любую яркость. А, все, понятно. То есть, мы можем управлять… У него есть какой-то адрес, видимо, да? Да. Да, и мы можем как бы это поменять. Окей. Обычная лёжка. Есть еще светодиодная лента, да, тоже у нее есть модуль управления, мы можем как бы ее… Абсолютно верно. …степенью яркости влиять. Но вот про светильники, они же не все имеют модуль управления, получается, да? Абсолютно верно. Производители световых решений продают то, что нужно потребителю, это… Они продают дизайн. И… У них всегда технология. Управление освещением – это, скорее, у нас экзотика, потому что большинству людей будет достаточно, чтобы эта люстра просто горела. Ага. Но мы-то хотим, чтобы она нам создавала настроение. Ага. Поэтому мы меняем блок, пришедший вместе с люстрой, на управляемый. Ага. И управляем люстрой. То есть, мы можем диммировать и люстру, там, в принципе, можно, я так понимаю, диммировать любой светильник? Абсолютно любой светильник. Ага. То есть, здесь… Ну, это уже механика, которая… Так, давай я все-таки немножко в технический вопрос немножко углублюсь. Вот есть шина Дали. Да. Это, я так понимаю, тоже какой-то набор проводов, которые… Это транспортная шина. Чем она отличается от КНХ на того же? Ага. Всем. Это разные шины управления. Но они между собой просто дружат. Все ясно. То есть, одна получает информацию от другой? Они общаются друг с дружкой, и, как бы, КНХ, являясь главной шиной, отправляет в шину Дали команду светильник номер 43. Ага. Включись на 50%. Понятно. То есть, мы от выключателя получаем команду, которая идет в КНХ. КНХ дает команду шине Дали. Соответственно, шина Дали конкретному светильнику задает его параметры. Да. И все это происходит за доли секунд и без облаков. Да. Внимание. Ребят, в этом очень важно понимать и сразу на моменте проекта определить, какие светильники у вас будут управляться по шине Дали. Потому что ее надо проложить. Ее потом нужно будет конкретно физически соединить с конкретными светильниками. И если, например, у вас люстра не имеет этого модуля Дали, то в целом туда даже шину прокладывать не обязательно. Но мы на всякий случай проложили. На тот случай, да, если вдруг здесь будет светильник, который с Дали управляется. Ну, технических подробностей не буду озвучивать. Да, вы все-таки, моя компания, занимающаяся автоматизацией. Есть свои секретики, да? Для всех есть свои секретики. Но любой из этих приборов в доме мы можем менять яркость. Просто за счет увеличения количества кабеля. Это уже, кстати, затрата девелопера, который, я считаю, абсолютно правильный. Ну да, не зря мы тут 16 километров проводов прокинули. Так, давай покажем, собственно, как она диммируется. Все это происходит также при помощи стандартного нашего выключателя. Ну, как ты заметил, мы с тобой в руках не держим телефоны. Мы пользуемся действительно настоящими выключателями. И когда нам надо создать что-то поприятней, мы убрали яркость. Когда нам ее надо добавить, мы ее добавили, да? Все. И, соответственно, любое настроение, когда, не знаю, горит свечка, люстра, ты видишь, она большая и яркая. И свету свечей на столе она может менять. Это я переборщил. Ну да, здесь вот главное нажатие, что когда ты доводишь до минимума, это очень удобно видно с приложений. Ну вот в таком виде мы можем ужинать очень похоже на свечи. Ну, насколько я понимаю, вряд ли потребитель будет баловаться там с яркостью и включением конкретных элементов освещения. Все это все равно как-то формируется в некий сценарий освещения, да? Просто у нас есть неограниченный набор возможностей этих сценариев. Стартовый сценарий все равно какой-то есть, да? Ты заходишь в комнату вот так, но иногда мне мало, я просто увеличиваю яркость. Поэтому сценарий мы можем делать, руками мы можем управлять. Хорошо, ты вот, например, говорил про управление треками, да? То есть можно каждую конкретную лампочку прям... Уже давай все-таки с телефончика, а то как-то мы телефоны забыли с тобой. Итак, мы в помещение, гостиная. Ну, давай, наверное, для частоты эксперимента мы выключим вообще весь свет. Ну и, собственно говоря, с телефона мы можем включить себе две лампочки над камином и смотреть только на огонь. Или сделать им минимальную яркость. Наоборот, да, чтобы акцент на самого огня был. Абсолютно верно. Либо оставить одну лампочку, да, и включить ее на полную. Вот она очень красиво нам дает отлично. Или когда у тебя картина висит, ты один из треков взял, включил, направил на картину, да, и у тебя подсветка такая фоновая, она там работает. Надо включить все, все включилось. Да, именно этот сценарий у нас реализован в кабинете. Там висит прекрасная картина, и они подсвечиваются с камином исключительно своими светильниками. А, понятно. Из единого трека, при этом. Да, понятно. Кстати, есть миф о том, что с умной электрикой нужно гораздо больше проводов. Действительно, цифры там 16 километров проводов, они впечатляют. Но на самом деле это просто наш девелоперский отдельный кейс, когда мы просто переложили все возможности на будущее для подключения чего бы то ни было. А если просто рассматривать, например, освещение в какой-то отдельной комнате, например, в спальне, в классической электрике и с умным освещением, то вот сделали как раз проекты, примерно какое-то помещение эфемерное, да, и, соответственно, это классическая электрика, а это электрика умная. В этом случае у нас в классическом варианте 107 метров провода, вот, а в этом случае здесь разные типы проводов, вот их 4 типа. Общая сложность получается сложить 74 метра. То есть экономия в проводке налицо. Ну и самое главное это то, что, как вы здесь видите, в выключателе идет только шина управления, а электрика идет по потолку отдельно к осветительным приборам. Все логично, все понятно. Говоря об освещении, конечно же, имеет смысл затронуть и цветовую температуру. Это тоже один из наших стандартов. Я считаю, что в доме для комфортного проживания должна быть единая, относительно теплая цветовая температура. Наш стандарт это 3000 кельвинов. В целом у нас практически по всему дому соблюдается такая цветовая температура. В отличие только несколько дизайнерских светильников, которые очень хотелось установить для интерьера, но в целом они не сильно выбиваются. Больше цветовая температура – 3500-4000 – это уже больше такой дневной свет, офисный вариант. Вот ниже, но это совсем уже такое в желтизну. Вот 3000, на наш взгляд, самый оптимальный вариант. Но стоит сказать, что при планировании своего будущего жилища можно делать еще и изменяемую цветовую температуру. Вот это сейчас популярность набирает, потому что речь идет об определенных циркадных ритмах, например. Человеку в определенное время нужна более яркая белая температура, когда он работает, например. А когда вечером уже отходит ко сну, наоборот, теплый свет нужен. Поэтому сейчас есть все возможности не только диммировать свет, изменять его яркость, но и изменять его температуру. При помощи, например, таких светодиодных лент или точечных светильников с изменяемой температурой можно настраивать сценарии, например, умного циркадного будильника. Очень хочу у себя в квартире такое попробовать. Это когда у тебя не будильник звенит, айфон или часы, а постепенно включается свет. Сначала, соответственно, с очень теплой температурой свечения, как будто как раз поднимается солнце. То есть постепенно поднимается яркость и переходит свет в более холодную температуру. Ну и, соответственно, ты постепенно просыпаешься. Очень комфортно, говорят, просыпаться. На себе не пробовал, но обязательно попробую. Следующий блок связан с управлением шторами. Вообще тенденция в современных домах делать как можно больше панорамных окон. Если еще и большая высота потолков, то, конечно, огромное количество штор, тюля. И всем этим вручную очень сложно управлять. Поэтому, естественно, стандартный элемент автоматизации – это шторы с электроприводом. Сейчас практически в каждом современном доме такие устанавливают. Это, по сути, карниз с электрическим мотором, который задвигает и раздвигает шторы. Очень все примитивно и просто. Несмотря на то, что мы сторонники того, чтобы максимально делать именно проводную подготовку, к моторам штор мы провода отдельные не подводим. К ним идет только силовой кабель, чтобы их питать. И есть, соответственно, Wi-Fi-модуль, который управляет этим мотором. Сильное удешевление с точки зрения кабеля работ. Это, скажем так, некритичная область. Плюс при правильной расчете Wi-Fi и покрытие получается так, что можно везде спокойно и надежно управлять шторами. Мы в этом доме сделали управление не только шторами, но и тюлем. Потому что, во-первых, и окон много, и действительно тюль – это дополнительный сценарий. И, естественно, тоже ходить по каждому окну, задергивать тюль – не очень здорово. Поэтому можно кнопкой с пульта нажать «закрыть тюль», «закрыть шторы». Плюс все равно мы считаем, что обязательно должна быть функция Touch Motion. Не всегда телефон при себе, не всегда хочется кнопки какие-то нажимать. Когда ты находишься у окна, только пришел с улицы, например, тебе надо зашторить. Дернул ее и автоматически поехала штора закрываться. Очень удобно совмещать управление шторами с какими-то другими сценариями. Например, вечер – закрываются шторы или закрывается тюль. Как у нас в данном случае, например, сценарий камин. У нас шторы и тюль подходят непосредственно к камину. И когда мы его разжигаем, мы, естественно, должны это с точки зрения пожарной безопасности раздвинуть. И в этот сценарий можно включить еще дополнительно какую-то акцентную подсветку возле камина. Сделать фоновые освещения там бра, торшеры. Соответственно, зажигаем камин, шторы у нас по краям находятся. Ну и удобно, когда как раз при сценарии я ушел, у тебя все окна могут зашториться. В летнее время дом не перегревается, отсекается лишний свет. Ну и дополнительно просто защита от того, чтобы дом не просматривался, пока вас нет. Следующий блок — это управление климатом. Тоже достаточно большой блок, который очень сильно влияет на комфорт проживания. И здесь у нас основной принцип — это локальный климат-контроль. То есть возможность задать определенный режим по отдельным помещениям. Потому что каждому из жителей дома могут быть комфортные разные условия по температуре в частности. Кто-то любит спать при температуре 18 градусов, кто-то при 26. Соответственно, дом должен иметь возможность управлять температурой отдельно в разных помещениях. Это достигается благодаря тому, что отдельные помещения — это отдельные контуры, например, по отоплению. То есть есть радиаторы, есть конвекторы, иногда есть теплые стены. И это отдельные контуры, которые завязаны на температуру в этом помещении. При этом теплые полы, если они имеются, то они работают по своему собственному режиму. Теплые полы нужны для того, чтобы комфортно было передвигаться по полу босиком. Особенно, если это каменное покрытие. И здесь есть два варианта управления. Первый вариант — это когда мы измеряем температуру уже отработанной воды, которая прошла по контуру теплого пола, и делаем соответствующий вывод. Но такая система имеет ряд погрешностей. Поэтому самый классный вариант — это внедрение датчика температуры прямо непосредственно в поверхность пола, который измеряет его температуру. И тогда мы получаем более точные данные и можем более четко управлять. Но это нужно учесть еще при отделке, потому что, по сути, нужно иметь возможность датчик внедрить как раз в поверхность пола. То есть для него нужен отдельный кабель-канал. И если вдруг он выйдет из строя, его нужно иметь возможность заменить. Соответственно, это нужно, естественно, на этапе проектирования все предусмотреть. Отдельные термостаты для управления теплыми полами мы не ставим, потому что я считаю, что это прыщи дополнительные на стенах. Когда отделаны стены красивым мрамором, даже если керамогранитом, все равно эти блоки некрасиво смотрятся. И особо они не нужны, потому что ты не так часто включаешь пол. В целом это та часть, которая должна быть полностью автоматизирована. Ею можно управлять с приложения, с общего экрана. Задал какой-то сценарий и все. В целом даже круглогодично в некоторых домах, в санузлах включены теплые полы. И это абсолютно нормально работает. Алексей, тогда покажем, собственно, как управление климатом физически устроено. Так, ну здесь еще доводится красота, но кратко, каждая из труб у нас подключена. То есть каждая из труб это отдельный контур отопления? Да. Правильно? То есть идет какая-то ветка на один радиатор, какая-то на второй радиатор? Абсолютно верно. Вот у нас три контура, это одно помещение, на нем находятся три головки. Это сервопривод, то есть его функция какая? Запирать? Запирать и открывать подачу воды. То есть давление и так есть в системе, он раз его закрыл, все, и вода не идет. То, что мы делаем обычно на батареях методом покрутить ручку, просто унесено сюда и отдано на откуп автоматически. У него только закрыто-открыто положение, нет, там открыто наполовину, все, открыли, пустили. И как раз датчик вот ловит вот эти все положения, да, он либо полностью открывает, дальше, когда мы приближаемся к точке температуры, мы начинаем плавно закрывать, у нас гидравлика, это очень инертная система, но это все отрабатывается как раз на программном уровне. А сколько, в течение какого времени он закрывает? Он открывается в течение трех минут, закрывается в течение трех минут, и так как оно бесшумное, то они постоянно балансируют на открытие-закрытие, поэтому у нас температура средняя, ровненькая. Понятно. Вот это, собственно, актуатор, да, то, что мы называем? Это управляющее устройство. Это управляющее устройство термоголовками, оно подает команды на открытие непосредственно самих головок. А получает команду от датчика температуры, в котором у нас комнате. Так, ну, мне кажется, здесь все понятно. Логично. Единственное, надо еще фэн-шуй навести, красивенько все закрепить, нарисовать. Но мы обязательно еще этим займемся. Слушай, мне очень нравится, как мы в этом доме решили с гребенками. То есть, согласись, это же очень удобно обслуживать. Вот по сравнению, например, с этим вот шкафчиком. Когда ты внутри шкафа, нет, здесь абсолютно удобное помещение. Здесь многие вещи делались впервые. То, что отдельных ниш, я пока не видел ни у кого, все привыкли к стандартным коллекторным шкафам, где действительно там тесно, неудобно. И иногда еще и... А тут еще полочки можно расположить, какие-нибудь дополнительно хранить. Так, теперь давай расскажем, как у нас кондиционирование. Так, где здесь кондиционирование? Кондиционирование у нас вот в этих блочках. То есть, это как называется контроллер? Это контроллер кондиционеров, привязанный к шениками X. А, понятно. Мы убрали локальные термостаты, потому что они нам могут не подходить. Это пультики, да? Да. И все делаем в данный момент с телефона. Понятно. Соответственно, эти три блока отвечают нам за мансарду, и эти пять блоков у нас отвечают за климат на втором этаже. То есть, мы вообще в помещении кондиционеры не видим ни в каком виде. То есть, они у нас спрятаны, во-первых, под потолком, канальные кондиционеры. Во-вторых, соответственно, они управляются там с телефона или с пульта. Мы даже не стали выводить термостат. А информацию по температуре они берут из того же датчика температуры. Который универсальный для всего. Он и для отопления, и для кондиционирования. Хорошо, они могут у нас бороться отопление с кондиционированием? Как правило, нет. И это тоже сдается в логике самой системы. А, понятно. То есть, у нас либо режим отопления, либо режим кондиционирования. Да. И борьбы кондиционер против батарей. Известная давняя байка тех, кто занимался этим лет 10 назад. Регулярно случаются в руках начинающих инсталляторов. Но нет, мы эту проблему побороли очень давно. Понятно. То есть, получается, это KNX модули. То есть, они как раз на этой шине работают. Они, опять же, локальны. Есть централизованное управление, когда мы ставим один большой прибор, управляем всеми. Либо мы ставим на каждый кондиционер по собственному изготовительному механизму. Фактически, вот это прямая замена оригинального пульта. Понятно. Так, ну что, посмотрим теперь датчики температуры как-то. У нас все устроено. Давай. Это одна из комнат детская. О, ты уже все приготовил, да? Да. Так, у нас они установлены, я так понимаю, прям за выключателем. Вот это и есть тот датчик, который там стоит. Абсолютно верно. Он подключается и показывает температуру в полноте. Это всего лишь цифра, поэтому отопление, кондиционирование и так далее, да, это уже решение термостата. Датчик просто показывает температуру. Понятно. Он полностью изменяет. То есть он дает системе информацию о том, какая температура. Дальше логическое принятие решения, что включить, на сколько там и так далее, это уже как мозги. В автоматике. Ага, понятно. Слушай, а подожди, у меня такой же вопрос. Он же все равно за панелью находится. Она у нас не герметичная. А, то есть вот там, видно, она продубается? Она продубается? У нас, конечно. Сразу задержка, наверное, да? Естественно, нет, весь климат это, в принципе, достаточно, наверное, система. Когда мы, ну, только и кондиционер в режиме буст, когда нам надо включить и максимально быстро охладить. Все остальное всегда, эта физика, мы ее не обманим. Да, я слышал такое умное слово, гистерезис. Да, абсолютно верно. Он как раз показывает вот ту временную границу по задержке, и когда в комнате у нас 23, мы поставили 25, мы знаем, что скоро дойдет до 25. Понятно, уже открыли. Уже пошло на выключение. Оно достигает 25, проскакивает за 26, начинает падать. Вот гистерезис, это как раз-таки та дельта, которой мы можем оперировать. Ну, то есть, если вдруг ты устанавливаешь температуру 23, а получается, что немножко там жарше или холоднее, ты просто уже дальше. То есть, с 2 до 24 мы будем всегда иметь даже в любой из точек разной температуры. Помещения большие, в конкретной точке мы можем получить, но многие тоже мучают инсталляторов, что мы хотим 22,5. Да, да. Это невозможно за счет просто самого тепла. Так, ну, поскольку мы можем управлять температурой в помещении откуда угодно, тем не менее, кому-то, может быть, это нужно делать локально. Для этого, собственно, тут же в этом месте мы проложили провод. Проектная документация он отражен. Вот здесь мы долбим дырочку, вытаскиваем проводочек и вешаем. Вот это родная панель от Daikin. Нами вот как раз, да, я обожаю вот в люксовых домах вот эти решения. Абсолютно совпадает по цвету, абсолютно совпадает по форме. Идельное решение для глаз. То есть автоматизация позволяет избавиться вот от этого пульта, который, кстати, нормальный, хороший, функциональный. Например, я сейчас в квартире живу, где как раз тоже Daikin, вот конкретно такой пульт установлен. Вот, и в спальне невозможно сделать полный блокаут, когда включен кондиционер. Если у тебя вот этот экранчик работает, то это просто, не знаю, полкомната освещается. Вот, но даже с выключенным экраном все равно вот лампочка горит. Информационное меню зелененькое. Да, конечно, да. Вот, ну и, конечно, это все не увязывается в эту красивую там историю, в минимализм помещений. Вот, а дальше, собственно, почему мы не устанавливаем дополнительный там термостат или панель управления? Потому что выберет уже собственник сам, да, вообще, что он хочет и как собирается этим управлять. Кому-то нужен термостат вот этот с крутилкой, да, там, да, вот, управлять операцией. Кому-то достаточно кнопочек, кто-то захочет черненький, кто-то выбор оброня. Кто-то захочет еще дополнительные кнопки там для сценариев, штуры закрывать, да, и так далее. Кто-то панель прям управления захочет. Вот, короче, вариантов огромное количество. Технически этот дом готов к такому расширению. В блок климата, конечно же, входит управление вентиляцией. В данном доме у нас просто пока установлена система вентиляции, которая определенный объем воздуха прогоняет через все помещения. Но ее тоже можно завязать на систему «Умный дом». В частности, достаточно будет установить, например, датчик CO2 и сделать разный уровень подачи свежего воздуха в зависимости как раз от максимальных пиковых нагрузок в различных помещениях. Это очень важно для хорошего продуктивного сна. Соответственно, если в какой-то из спален, например, в хозяйской установить такой датчик, то можно включать усиленную подачу воздуха, когда какие-то более высокие показатели CO2 достигнуты. Но это будет подача во все помещения одновременно. Мы здесь не стали делать зональную систему, и в целом практика и расчеты показали, что зональная система вентиляции она себя не оправдывает. Она гораздо дороже, гораздо сложнее, нужный доступ к задвижкам организовать. И с текущей стоимостью газа отопление в целом это не сильно целесообразно. Также у нас система вентиляции предполагает возможность внедрения туда модуля увлажнения. То есть мы специально изначально запроектировали все таким образом, что просто дополняется определенный модуль, к которому уже подходит вода. И все готово для того, чтобы запустить эту систему увлажнение. Ее не ставили, потому что тоже не всегда это востребовано. Кто-то, наоборот, скептически к этому относится, дополнительная влажность. Но всегда можно ее установить. В этом случае тогда понадобится еще измерять влажность в помещениях. И в этом случае тогда уже будет выбор за будущим собственником, какой термостат или какой датчик измерения воздуха. Будет ли он измерять СО2 или также будет измерять еще и температуру, и влажность. А там установить, будем ли мы иметь возможность управления с этого термостата или это просто датчик для получения информации для системы. В общем, это опять же будет все на следующий этап расширения системы. Грамотно спланированная система автоматизации, естественно, предполагает грамотное расположение и оборудование. Под это нужны определенные места. Это и серверные, и щиты на этажах. Соответственно, это нужно, естественно, учесть в планировке дома. У меня существовала определенная иллюзия, что вообще весь умный дом – это вот одно помещение, одно серверное, и вообще все туда ведется. Но на самом деле это не так. Во-первых, давайте начнем с того, что есть разные уровни управления системой. Если мы говорим про KNX, то на самом деле это чисто локальная система управления, которая в целом даже может не выходить в интернет. И ты, соответственно, можешь всем управлять локально в своем доме. А вот для более сложных сценариев, для того, чтобы поженить, скажем так, устройство разных стандартов, для того, чтобы был дополнительный удобный интерфейс управления, для того, чтобы можно было извне дома управлять системой, нужна уже так называемая система управления верхнего уровня. Мы в этом доме установили эту систему на базе Control 4, но также многим известны еще Savant, Crestron, Iridi. В целом они все очень похожи, имеют просто разные интерфейсы, разные возможности. Есть какие-то тонкости с точки зрения настроек. Я думаю, любой инсталлятор поможет выбрать систему верхнего уровня под ваши потребности. Алексей, я тут немножко в этих вопросах плаваю. Давай тогда ты расскажешь про что такое верхняя система управления, как она вообще устроена и зачем она нужна. Ну, как мы видели, с кнопок мы получаем абсолютно все вещи, но когда мы хотим какие-то дополнительные вещи в виде взаимодействия с телевизорами, с калитками, с воротами, нам нужен контроллер. Он же отвечает у нас за графику. То есть, по сути, это просто какой-то компьютер, да? Что он из себя представляет? Это, ну, мы используем стандартный форм-фактор, устанавливаем стойку, да. Ага, все, понял. Стойка такая, сколько, 80 на 80? 60 на 60, да, под которую нужно помещение, про которое все забывают. Туда устанавливается у нас вся обвязка по мультимедии, и туда же устанавливается контроллер. Глобально, если вот с механики, да, это там компьютер, на котором стоит операционная система, достаточно специализированная, подготовленная, которая, уже принимая команды от разных шин, используя собственную логику, позволяет общаться как с внешним миром, так и отдавать нам внешний графический интерфейс. То есть, смотри, нажатие на кнопку выключателя отправляет по KNX команду на актуатор. А контроллер? А контроллер слушает эту шину и показывает иконку лампочки выключена. А, то есть он показывает статус? Да. А с другой стороны он может сам команду подать? Мы подаем в телефоне нажать лампочку включиться, она проходит через контроллер и он отправляет на шину уже команду включить лампочки. Понятно. Соответственно, получив от нее ответ, что она включилась, снова показывает. Включим. И то же самое контроллер может посылать сразу несколько команд. То есть заданный сценарий – это набор команд в KNX уже, правильно? Нет, заданный сценарий – это как раз KNX сам по себе логику имеет достаточно примитивную. И когда мы хотим включить что-то друг за дружкой, более одного, вот тут нам нужны верхние системы уровня. Они могут быть разных брендов, но сама логика всегда присутствует только в контроллерах. Правильно ли я понимаю, что в целом может вообще отказаться от всех устройств и взять один контроллер только и им управлять с приложениями и все? Абсолютно верно, но это очень неудобно. Понятно. Хорошо, у нас система управления Control 4. Почему ты убедил нас на ней остановиться? У нее, во-первых, достаточно известная система по всему миру. Все-таки наши покупатели имеют опыт проживания в разных странах и многие гостиничные комплексы по всему миру оснащены этой системой. Это удобство управления. У нее очень приятный внешний вид. Да, она иностранная, но в данный момент это нам никак не мешает. У нее удобный интерфейс пользователя и она очень стабильна на объектах большого объема. И насколько я понимаю, она очень гибко с точки зрения подключения различных внешних устройств. Абсолютно верно. То есть к ней вообще, я так понимаю, можно подключить вообще все, что хочет? Производитель заявляет 155 тысяч устройств, которые в данный момент можно подключить напрямую без всяких трудностей к этой системе. А с трудностями можно и гораздо больше? С трудностями можно подключить все, но это нужно время и деньги, чтобы эти трудности решить. Еще раз. То есть у нас в серверной находится вот этот модуль управления. Вообще стойка, да? Тут даже еще и музыка мультимедиа, потому что это тоже громоздкие какие-то. Мы все большие устройства размещаем в одном месте. Это удобно с точки зрения обслуживания. Вот представьте, я сейчас на полочке нам где-нибудь надо было прятать какой-нибудь усилитель для колонок. Ну и для безопасности это желательно, чтобы было... Конечно. ...как-то спрятано... Ну, безопасность второй, да. Ну, это можно закрыть на ключ, но и плюс технику удобно работать в одном месте, а не люди по всему дому. Потому что мы не знаем образ жизни текущих владельцев будущих. Ребят, ну мы, к сожалению, серверную саму сейчас показать не можем, потому что там еще идут спусконаладочные работы. Я думаю, что когда все вообще завершится, обязательно тоже вам покажем. У нас серверная находится в цокольном помещении. Ну, потому что здесь был дом под реконструкцию. Очевидно, просто нашлось там место. А так вообще, где ее и какие правила расположения серверной? Слушай, правил как таковых нету. Есть разумные точки выбора. Мы на прикабленных планах всегда указываем рекомендуемые места, да, вот это наша первичная итерация. А чем меньше мы тянем проводов, тем удобнее с точки зрения финансирования это производить. Самые затратные и дорогие вещи у нас акустический кабель. Ну, электрический кабель в рамках такого дома тоже может быть затратной вещью. Поэтому в идеале выбирать какую-то центральную нишу дома, где это все можно собрать. Но нужно помнить, что оборудование шумит и требует теплоотвода. То есть туда можно как бы отдельный кондиционер, я знаю, вешать? Мы используем просто вытяжные вентиляторы, да, не настолько. Понятно. Ребят, на самом деле, как бы вот планируя дома, да, современные, обязательно нужно на этапе еще вообще даже эскизного проектирования, на этапе создания концепции дома, приглашать уже специалистов по автоматизации, чтобы выбирать места по расположению вот таких помещений, как серверная. Плюс очень важные, конечно, это сами щиты, которые обычно располагаются на этажах. То есть здесь объем большой, площадь большая и имеет смысл как бы щиты управления расположить на местах. Давай тогда еще по щиту более подробно пройдемся. Давай, пойдем по щитам. Так, ну мы это уже видели, да, мы когда рассматривали кондиционирование, давайте теперь пройдемся вообще по устройствам, что здесь расположено. Куча проводов. Я помню, когда еще был процесс производства работ, здесь вот такие пучки проводов. Этого пучка боятся все электрики, да, но, к сожалению, это наша бытность. Ну, все красиво распределилось, все ровненько, все чистенько. Так, покажи мне, собственно, вот актуатор, что это такое, вот это исполнительное устройство. Светом мы управляем вот с таких приборчиков. Как видишь, при всем количестве, на самом деле, не так уж и много, потому что у нас очень много димеровых групп. Здесь димеры непосредственно, это просто импульсные реле, наверное, на простом языке, загнанные в единый корпус. Производитель российский, и мы ему верим. Ага, ага. А, то есть ты сейчас вот, собственно, и сделал включение-выключение, да? Сейчас все включены? Сейчас у нас дом в режиме демонстрации, мы можем спокойно выключить. Понятно. Какие-то группы. А если ты сейчас вот нажмешь кнопку «выключить все», они сейчас все отключатся? Абсолютно. Давай, проверь. Мы берем, да, там весь дом, выключить либо все, либо весь свет. Тринь, тринь, тринь. И теперь можно тоже самое обратно все включить. Да, и включить все. Опа! Все, вообще супер. Слушай, ну он так трещит немножко, так трык-тык-тык-тык. Да. Но так же, как и выключатель. Ну да, да. Щелкает, щелкает. Мы никуда не денем механику. Это недостатки релейного включения. Да, но зато это все в отдельном щите. Да. За дверью. И как бы здесь просто вопрос именно расположения тогда этих щитов, чтобы они были подальше от жилых комнат. Но тут две двери. Здесь две двери. И там ребенок не услышит. Эту дверь закрывается. И вообще ничего не слышно. Угу. 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 Их здесь действительно очень много. Угу. Поэтому мы все, что нужно мы заводим на клеммы и уже с помощью клемм коммутируем всю эту сборку. Шкаф, как ты понимаешь, очень большего размера. Классические автоматы. Да. Релейные модули. они могут быть на четыре года единичный но и личные нецелесообразно потому что сама стоимость производства этих модулей это микросхемы то есть это здесь и есть это затрата именно умный дом вот эти удар это но это достаточно весомые вещи в бюджете адреса бывает на 4 там на 8 на 16 мы используем двадцатки потому что и это все удобно в проекте рассчитывается какое количество у нас этих зон освещения дождь конечно это происходит с помощью проекта помощью этого прибора мы принимаем команды от датчика движения наших а этот прибор у нас управлять диммированием либо мой бы сюда бы воткнули бесконечное количество диммеров до либо мы втыкаем один прибор который управляет нашими светильниками а это шлюз дали как это шлюз уже непосредственно как мы видим из книгса в интернет а вот здесь и происходит связь с графическим контролем с графическим контролем если мы выдергиваем кнопочку интернета то ничего не происходит свет проводный джек дата ничего не происходит потому что физика у нас здесь она всегда понятно то есть по сути еще раз тогда что если мы отключим контроллер контроль чего не произойдет весь разум нажать их муки когда приведет к включению выключения света абсолютно верно потери контроллера у нас но в данном нашем случае мы теряем мультимедиа мы теряем управление телевизорами пойму это можно и потом классический путь достать если что вы уже включили это авария да это все-таки не штатная ситуация с точки зрения работы все базовые функции климат у нас не отключается свет у нас не отключается но с этим может быть но если отключить электричество можно установить эту систему без переборника из перебор не себе здесь щит собирался вручную по месту сдава у нас как ты видишь даже в его вид очень нестандартной телекоммуникационная рама обычно в них как раз и ставит предметы для работы с сетями интернет но особенность того что такого размера заводской щит дверка плюс дверка у нас уже есть дверь у нас есть уже место причем место достаточно немного было принято решение собираться суша есть прям щиты заводской сборки когда паяют уже прям конкретные автоматы убирают вместо все и потом приводит просто установка он уже запрограммированы и так далее тусконаладочная работа все равно производится мы пробовали не один десяток раз все равно какие-то изменения делаются но из-за того что щиты и связаны на заводе это сложная сборка какую-либо конфигурацию по изменения сделать крайне сложно без собственно горе превращение его в обычный щит который собран на месте понятно то есть он не дает тебе гибкости определенной он не допускает ошибок вот то есть когда щит делается под конечного заказчика здесь как ты знаешь у нас по ходу пьесы менялись некоторые вещи и всего призу за еще сколько может изменить измениться когда уже будет всего кроме рима закачивая дорогу сборки был еще один блок по освещению которому не коснулись очень много освещения у нас она не на 220 вольт она на как бы 24 вольта есть до 48 это лед лент да это лед ленты от них нужны трансформатор который собственно есть 20 переводит 24 вот это отдельное устройство вот который это тоже знаю можно вынести там в тот же щит или расположить там где-то локально спрятать но и книга обязательно нужен доступ дам перегорает там и так далее абсолютно верно правой здесь приняли стратегию мы приняли правильное решение о том что светодиодные ленты чем дальше они находятся в блока питания тем им нужен либо больше кабель либо у них снижается яркость свечения это потери поэтому мы в этом доме расположили блоки питания светодиодных лет непосредственно в точках установлен конец америка блоки питания и трансформаторы то есть нас есть кондиционеры которые канальные к ним любом случае есть ключок доступа обслуживания туда же оставили можем обслужить аналог если с ним что-то пойдет не так но я так понимал что можно трансформатор ставить сразу на несколько как бы лента у нас получается в этом случае когда мы их локально раскидали их просто количество больше нет у нас там стоит и большой трансформатор и как раз прибор который управляет лентами а сегодня просто мы вынесли ну здесь достаточно мы оставили небольшое количество места кого-то в любом случае может вот это не устроить щелчки это слышал эти щелчки можно убрать другими просто устройство мы меняем устройство которое не щелкает не щелкает но и и включаем свет уже кратно тише но для них нужно будет больше места моего чуть-чуть предусмотреть понятно а мы сюда блоки питания для лент не выносили в то же просто мест не хватает да но на самом деле чуть-чуть мы их вынесли вон они там спрятая вижу соответственно но да все основные блоки питания у нас разместены по домам и туда приходит только управление под ребят на самом деле тоже очень важно и это важно именно с точки зрения выбора конкретных светильников потому что они имеют разные напряжения под них разные блоки и это надо сразу предполагать где это все будет располагаться в щите или либо в отдельном каком-то месте чтобы обязательно доступ был соответствующие провода там есть слаботочные провода да вот по там для 24 вольт 48 вот есть под лампы накаливает 220 вот это все нужно естественно в проекте заложить на проектирование это крайне важная вещь особенно в домах такого размера поэтому иногда когда нам приходят и давайте мы вы просто придете сделайте но к сожалению в нашем видят еще самым главным не имеет потом решение то есть если выбрали конкретные светильники то лучше вообще закупить тоже бывает так что их просто сняли с производства да и ты начинаешь уже искать альтернативы не находишь как начинается уже переделка сроки удлиняется это следующий большой блок или элемент управления это система контроля уровня доступа или сокращенно скуд и этот тот элемент который на самом деле дает огромные возможности по комфорту проживания в доме здесь речь пойдет о том как хозяева попадают в дом пешком или на машине какой режим когда приезжают гости какие уровни доступа у обслуживающего персонала который работает на доме или технический персонал приезжающий для обслуживания какую-то оборудование или как например запускать курьера на участок когда нет хозяев дома так алексей ну рассказывай что мы здесь натворили ну мы поставили биометрическую систему распознавания лиц фейс айди для того чтобы убрать у будущего владельца какие-либо проблемы с ключами то есть можно вообще просто выйти без всего буквально вообще без всего вообще весело подойти и тебя работает очень просто мы подходим к дому и нас благодарят за то что мы пришли добро пожаловать так и это организовано при помощи электрозамка дары вот мы сейчас видели этот раз угол этот язычок туда в этой двери уникальный замок в каком-то роде потому что запорных ригелей у нас огромное количество 34 не один из эту дверь невозможно отжать классическим методом как это там любят взломщики то есть эта дверь более взломостойкая чем стандартная но чтобы это появилось здесь это должно было быть определено выбрана до отправлен на производство вот приехать лавана да с этим с вызывной панелью абсолютно верно и да это отдельный узел которые достаточно сложного реализации обешал это отдельный бизнес-процесс да это должно быть задумано на самом начальном этапе просто так в эту дверь ну вот такого класса замок врезать невозможно что-то попроще можно но лучше все-таки обо всем было заранее стоит еще отметить что если устанавливаешь такой замок а его можно дистанционно открыть вот то нужно обязательно делать доводчик потому что если вдруг она без доводчика то было так и оставили открыто ты там из испании этот открыл и все она так и останется открыты физически надо будет подойти и как бы ее закрыть а в данном случае доводчик который кстати скрыт нам это показывали он из помещения вообще не виден то он ее сам закрывает ну и соответственно она блокирует все но и можно еще и просто на ключ закрыть физически чтобы уже ничего вообще никак так ну вам давай проверим смотрите а собственник дома не зарегистрирован алло пусть ними она стоит можно да давайте попробуем давай а сколько лиц там это больше тысячи точно поэтому я думаю хватит ладно на 10 человек точно хватит и так мы сдвигаемся чтобы экран никого не видел есть еще карточку это изначально это программирование наверно всех подробностей не будем показывать всегда по карте можно попасть а дальше мы берем здесь говорим менюшка это целый компьютер конечно так вот на авторизация вот она дальше мы добавляем пользователей дальше мы говорим что это будет новый пользователь дальше мы ему задаем имя дальше мы ему задаем фамилию как и в любой и дальше мы можем приложить ладонь так мы можем донь даже приложить карту мы можем приложить лицо ну давайте начнем с лица как самого интересного качество изображения все что она благодарила вас дожди я давай ладонь еще добавим можно ну давай попробовать пользователь не изменить на с вау круто но попробуем давайте в дом давай все используем сценарий вот я иду такой с работ приехал спасибо привет все зашел давай ладонь теперь проверим все работает ребят вообще супер суши а как происходит вот эта вся история сервер какой-то нет еще раз мы не используем никакие облака вся обработка происходит локально это профессиональная система контроля доступа который используется на предприятиях с повышенной безопасности этот терминал полностью локальный и он работает исключительно на эту дверь я биометрия на локально хранится у него вот непосредственно самом прибора никуда мы ни с чем ни с какими персональными данными не уходим класс вообще супер тоже это было было одно из основных опасений вообще с точки зрения именно файса еще раз дом работает локально кого это отличие премиальных решений от сделай самок и прочих слушать это не единственный панель здесь уже есть еще вход мы называем его вход с собакой то что там есть мойка для собак и там такая же панель установлена а если здесь запрограммировал там надо тоже все все индивидуально идентичного каждой из панель с локальным все прямо в этот конкретно абсолютно соответственно здесь персонал у нас не входит там персонал у нас а то есть ты там настроил персонала здесь просто они погуляли с собакой до пришли или ну не надо им там и что вот что-то им надо здесь пройти то есть это две абсолютно разных двери которые у нас используются по-разному супер вообще как удобно взял вышел на прогулку собакой даже не думаешь даже телефон можно не брать пришел и все и зашел собаку можно зарегистрировать давайте собаку попробуем собака привет так но у нас есть еще и съезд на машине соответственно все ворота и на участок и гаражные они тоже выведены на умный дом когда их можно сможешь телефона открыть спокойно я могу создать сценарий либо с телефона я могу просто открыть ворота либо привязать на какой-то с функциональных кнопок либо голосовой помощник любой сценариев например я приехал когда мы включим и ландшафтную подсветку и откроем ворота и поднимите ворота слушать на самом деле это очень удобно потому что если человек ездит на работу с работ каждый день пользуется воротами это как сейчас происходит это где-то ищется пульт надо открыть его теряется причем телефон уж тоже неудобно ты за рулем едешь как чтобы нажимать вот дальше соответственно одни ворота открыть потом и закрыть другие открыть закрыть включить свет а тут можно просто серия я приехал еще он тебе открывает ворота примут на подъезде сказал это открывает ворота включает вот эту подсветку открывает эти ворота все заехал вообще ни о чем не думаешь все потом автоматически закрыл вот у вас вообще как хотели бы так жить туша в одном из наших прошлых проектов нижнем озере мы сделали режим курьера то есть когда курьеру высылается одноразовый qr-код и он его подносит сам открывает ворота ставят там посылочки и поехал да сделан так особенность этого поселка начиная с нескольких проходных чтобы попасть вот он все-таки дом этого класса я думаю не позволяет посторонним находиться даже в этом поселке курьер приезжает и его встречают непосредственно нет здесь он уже персонал встречает забирает но мы можем открыть калитку удаленно но да то есть ему он может в дом курьеру не нужно он может надо через домофон даже быть мы можем зарядиться если вдруг никого нет он заходит сюда там ставит например есть мы такой допускаемся подходит блоку персонала им что-то то есть надо на самом деле взаимодействие с домом у посторонних быть не должно это уже другой класс поселка много скут обязательно входит еще и домофон и здесь надо оговориться что он конечно же должен быть цифровым то есть айпи домофония и здесь очень важно подобрать такую вызовную панель и такую систему домофонии которая была бы интегрирована в единую систему автоматизации например у нас это control фо то есть была бы возможность получить вызов не только на локальную какую-то панель да но и например приложение это на самом деле очень удобно когда хозяева например там где-то на участке доступа к домофону нет видят что приехали гости могут сразу пообщаться сразу открыть дверь заходите и не нужно никуда бегать при этом настроить можно по-разному чтобы вызов приходил либо только хозяину дома или хозяйки да вот либо наоборот обслуживающим персонал а если не удалось принять вызов должна быть возможность посмотреть запись видео с тем кто приходил мы очень много в наших девелоперских проектах продумываем вопросы логистики в частности логистики обслуживающего персонала и в этом доме у нас например есть отдельная зона которая предполагает доступ обслуживающих персонала и например цокольное помещение нам поделено на две части на хозяйскую и с доступом для каких-то там работ и так далее сейчас это разделено просто дверьми с обычными замками но в этом место у нас дополнительно проброшен провод и можно поставить те же самые электро механические замки и по дополнительным сценариям открывать доступ когда это нужно это удобно и с точки зрения того что в техническую часть могут иметь доступ сторонние специалисты инженеры и как раз на момент когда они пришли можно перекрыть доступ в основную часть дома следующий блок это охранная система и она состоит из охранной сигнализации пожарной системы защиты от протечек воды что касается охранной сигнализации то у нас уже давно определился принцип основной мы должны иметь возможность в доме поставить его на охрану на так называемый ночной режим чтобы спокойно себя чувствовать находясь в доме в безопасности вот этот режим охраны он реализуется только одним способом когда мы закрылись в доме и перекрыли датчиками движения все проемы то есть все оконные дверные проемы у нас оснащены датчиками движения которые срабатывают соответственно если кто-то проник не знаю открыл окно разбил окно да и проник соответственно мы можем получить этот сигнал это позволяет спокойно перемещаться внутри дома например за кому-то захотелось что-то пойти на кухню ночью и спокойно можно спуститься и в этом случае сигнализация не сработает давайте посмотрим более наглядно как это все устроено так давай покажем на примере одной из комнат как у нас устроена система охранной сигнализации здесь у нас расположены датчики по периметру окон соответственно когда в этой комнате никого не должно находиться или мы спим ничего не происходит но как только у нас кто-то попытается пройти через моего даже видим это базовая система которую мы ставим в домах ее можно перекрываем все проемы да то есть все кто оттуда нам здесь не нужны но если мы сейчас закроем шторку и не особо будем приближаться к окнам то но даже ты стоишь как бы рядом с окном он не реагирует и пока я верю буду делать активных движений а он тоже не будет и пока ты не сблизишься непосредственно с плоскостью окна то есть если его поставили на ночь например и штору вот в таком состоянии то он как бы не будет реагировать она тихо спокойно ничего не двигается главное условие к датчику движения чтобы не двигаться чтобы не было движения и у него какой-то все равно есть диапазон до на который он направлен ясно а какие еще есть варианты охраны сигнализации проемов именно проемы мы закрываем но проем на самом деле это сам универсальное средство но иногда допустим вот в это окно да но не открывается она не открывается и его проще разбить чем пытаться здесь что-то для этого существует акустические датчики которые мы можем расширить систему более легких вариантах улавливает он живет зимчик вот да прям конкретно это направо он что из себя представляет это датчик в котором стоит микрофон микрофон который ловит звук как бы анализирует звук разбитого стекла если бутылку разобьешь то держите чоп поэтому когда вы поставили дом на охрану не бейте бутылки так но я понимаю что есть еще окна который открывается там другая система там возможно интеграция либо в саму раму и тогда мы сможем определять окно вот в таком положении мы никогда не уйдем из дома система просто не даст себя поставить на но но тогда у нас открыто окна вариантов по безопасности масса здесь мы обошлись все-таки стартовыми настройками потому что ну все остальное уже можно будет расширять да мы не сможем интегрировать их в окна непосредственно без разрушения но накладные датчики сейчас уже достаточно маленького размера и любое технологическое пожелание заказчика на данном доме можно реализовать ну и те же датчики объема которые у нас сейчас например не установлены их можно доставить да они будут доставлены в рамках комнаты и в рамках пожелания по этому что ну еще раз да мы не знаем будущего владельца дома кому-то надо чтобы каждая травинка на газоне у нас была видна и здесь мышь не просто кому-то достаточно просто понимать что дома все хорошо разные сценарии технически мы готовы в деталях уже делаем непосредственно по желанию но самое главное что срабатывание сигнализации да это как бы событие до который отправляется охранную службу да на чоп-то на спал на ручь это полноценная охранная система с которой собственник будет заключать договор при желании либо получает уведомление к себе на телефон понятно то есть он может просто знать да и как бы никто не приедет либо договор счет он тогда уже там вооруженные ребята но если договор счет он там может сделать тревожную кнопку абсолютно верно причем особенность именно наша тревожная кнопка у нас также может располагаться просто выключать длинное нажатие кнопки 3 мы не знаем ситуации они бывают разными и пожелаем никому с этим не столкнуться но любую из кнопок мы можем превратить его войны это тоже отличие автоматизации ну и на вкус пульта тоже можно пультик брелочек здесь интегрирована полноценная система охранная просто которая подшивается к нам в управление но она независимая она на чем сделано это парадокс канадские профессиональные системы зарекомендовавшие себя уже на протяжении там многих десятилетий mercedes среди охраны ну слушай она в неизменном виде уже делается лет 15 и там меняются только контрольной панели под новое управление с добавлением требованием рынков приложения мы используем классической варианты просто его зашиваем к нам к нам это в control for к нам это в control года то есть ты на охрану ставишь также через через уважение через экранчики которые дизайнер у нас не всегда любят продукцию как бы хоть и надежный как калашников но тем не менее он вызывает калашников вот причем который еще угли в грязи поваляли поэтому да не всегда этим панелям рады мы все можем делать через приложение в этом собственно говоря нашей главной задачи понятно хорошо я возвращаюсь с работы соответствия на своем телефоне могу как бы снять с охраны да но либо нажать кнопку я пришел но он тогда не снимет с охраны рекомен нет технически мы можем послать но ты же сам понимаешь что не только ты можешь приехать домой и жилье да то есть все-таки есть допустимые границы разделения с пользователем все-таки мы сначала уходим дом снимаем с охраны какой-то пароль нужно а вот после этого запускается сценария приехал и собственно говоря включаем мы свет и какие-то сценарий после снятия пин-кода наверно так будет более логично а есть темноте не придется набирать ну с яркости экрана тебе достаточно и телефон ты можешь перед воротами перед прихожей то есть ты это же самое серия приехал кстати может запускать тебе в целом голосовые ты знаешь мои отношения к лучшему помощникам технически возможно но я так не делал алексей ты на интервью рассказывал свою интересную идею по сценарию как раз связано с безопасностью это некая имитация жизни расскажи поподробнее наша система позволяет за какое-то время перед отъездом в отпуск записать ну допустим течение недели какое-то расписание дня так называемое и в момент отъезда в отпуск мы можем включить эту же имитацию жизнедеятельность будет включать свет там шторы абсолютно верно мы полностью имитируем нас доме нет но мы имитируем жизнь в этом доме ты же помнишь этот фильм даже один дома но он там как бы сам бегал имитировал позволяем а мы все делать да мне кажется такой сильный психологический эффект все равно же всякие грабежи кражи они случаются там при анализе то есть анализирует уехал не уехал естественно в рамках уже серьезные мы не берем какой-то вот прям совсем случайный да вот этот но всегда если дом хотят ограбить его производит пытаются пытая понять как и что происходит а когда дом работает всегда в одном и том же режиме но это дополнительный фактор безопасности ну еще по датчикам дымовым тоже здесь вопрос с дизайна то есть количество времени потрачено было на то что подобрать чтобы они минималистично смотрелись пушек нельзя никуда спрятать да ну вот к сожалению это та вещь с которой вам придется мириться причем если ты посмотришь зарубежные обзоры да там вообще у такие вот висят это огромные датчики на черных потолках белого цвета есть такая вещь как жизнь и безопасность она в приоритете над любыми пожеланиями кого-либо да они выглядят своеобразно но мы это не можем изменить ну задача дизайнер вот максимально его там ну и да мы выбирали там из четырех типов то выбрали самое там минимально ну и то же самое кстати с шторным относятся они вот это одни из самых маленьких да и такого размера и компактная так они вообще бывают такого размера почему кстати объемные датчики не ставим потому что не только с точки зрения функционала с точки зрения того что они тоже еще такие увесит правила тогда это прям вот профессиональная датчик он вот такого размера и клеится на высоте 220 это стандарты и норматива да то есть либо безопасно либо красиво да здесь на балансирование да искали компромиссы под эту все алексей но в санузлах у нас датчиков дымовых нет это я так понимаю по нормам как бы не устанавливать здесь вероятность возникновения пожара стремится к но зато есть вот такие датчики для примера показать это датчик защиты от протечки воды и очень многие в своих проектах их просто как-то устанавливают на провод торчит и вот эту штуку так вот лежит это некрасиво вот здесь я так понимаю простое устройство да просто как бы если влага то замыкаются контакты отправляется сигнал и дальше с ним уже система принимает решение что идет что мы сделали мы это как нас стандарт уже нам и в напольном покрытии делаем такое вот отверстие вот закрываем его ответственно такой крышечкой вот там установлен датчик все эти вообще минимализм абсолютный небольшой уклон надо сделал да это понимать что хотя бы 12 миллиметра что было в целом если событий происходит здесь тоже давайте еще одна возможно из более потому что верят что как только у меня датчик намок вода перекрылась механизмы которые запирают датчики имеют некоторое время режим волосы система защиты протечек вам не дает залить все здесь влага с победу для пастров и да то есть в любом случае иногда я встречал разбитые надежда что как же у нас протек кран и здесь у нас везде вода да вода будет но просто ее не будет мы сейчас на втором этаже вот на первом и и уже не будет дальше да с точки зрения именно вот нашего решения она более трудоемкая потому что если это авария то надо просушивать на чем просушивать саму нишу но эстетически скажем так когда затопляет нас гораздо реже и вероятность этого существует мы перестраховался для того чтобы ее исключить но если это произойдет тогда уже будет разборка почистка вытирание так далее поэтому но так красивей доме же несколько контуров холодной горячей воды да какие закрываются сколько этих сервоприводов которые блокируют это производится на этапе проектирования мы перекрываем этаж а то есть если случилось здесь не будет воды на всем втором этаже на первом этаже вода продолжит работать в том же режиме к ставить на каждый из труб мотор нет смысла но еще раз да это авария и здесь уже надо взвешивать разумность этих решений но выйти из режима аварии надо физически прийти найти какой датчик да бронем посмотреть просушить включить обратно эти сервоприводы но сервоприводы мы включаем программу на это можно и не идем шкаф нам шкаф кладить не на мои как только моя ликвидировала аварию мы говорим что все все окей да все окей но да это делается вручную чтобы понимать что это действительно есть ну и для спокойствия человека не ехал как бы в отпуске видит что тогда то может сказать вот давай сходи посмотреть да конечно и особенность именно профессиональной интеграции мы знаем что вот они иногда сверещат еще что-то происходит но у нас в некоторых комнатах установлена акустика а здесь она расположена по всему дому мы можем через встроенные колонки озвучить это событие то бишь внимание протечка в детском санузле в главной спальне когда ты спишь то же самое задымлением а то есть мы голосовые сообщения можем транслировать существующие акустические системы то есть целом и режим нарушения охранной сигнализации тоже можно продавировать в доме проникновения при этом не надо нам как бы какую-то сирену там устраивает абсолютно верно там воры грубо говоря там грабители они уже узнают что событие зарегистрировано абсолютно верно и если у нас стоят акустические системы то мы можем также привлекать внимание к дому случае сработки сигнализации моргать фасадом в динамике транслировать запись там внимания проникновения в дом это очень сильное психологическое давление даже для тех кто попытается следующий блок это видеонаблюдение по сути это раздел охранной системы но мы его вынесли в отдельный блок потому что у него есть свои особенности так ну давай на примере этого дома расскажем про то как у нас здесь встроено видеонаблюдение собственно это одна из камер которые уже установлено да как видим первое отличие от того что вы можете где-либо увидеть она чуть меньшего размера чем вы и это малютка я бы сказал да потому что обычно даже снимаем дома вот его вот такие вот набалдашники висят вот а у нас очень важный фактор чтобы вот все по минимуму было на потолке никаких лишних деталей да ну собственно говоря в каких-то вещах мы их поставили чтобы они были чтобы мы действительно понимали что они есть в доме у нас в каждой комнате заложен кабель под видеокамеру это вот как раз таки будущее расширение потому что те же радионяне городить когда маленькие не имеет смысла опять даю подключить куда-то поставить провод целый процесс когда ты просто взял и в единой среде посмотрел наша задача до сделать быт максимально комфортно давай про правила установки с наружной части ну снаружи есть как обычно два варианта первое это обзор на видеонаблюдение второе это охранное видеонаблюдение принципиально разные вещи здесь мы не стали жестить здесь мы поставили просто обзор на видеонаблюдение поэтому у нас нету камер с введением цели здесь не перекрывается все площади включая участок а подсвечиваться основные зоны откуда могут пройти люди подходы к дому да мы все камеры только на на периметр дома мы захватываем части участка но еще раз мы их не расставляем в классическом именно охранном видеонаблюдении с определенным шагом чтобы у нас велся объект в общем здесь обычное достаточное количество видеонаблюдения для человек который хочет понимать что у него происходит дома понятно а как ты определяешь это именно точки куда нужен там провода те же вытащить тоже но это на самом деле целая отдельная история потому что ну определенное количество знаний должно быть у инженера по безопасности но на самом деле пойдемте покажу крайне интересную вещь которые многие игнорируют это знакомый тебе и дом да мы это называем графическое т.з. алексей называет это прикаблинг-план и прикаблинг-план то есть план до прокладки кабеля начала всего что мы делаем да эта практика используется в англии эта практика используется в америке многие сейчас из моих коллег тоже начинают это внедрять крайне удобная вещь потому что до начала каких-либо работ мы проставляем все уязвимые места непосредственно плане что снаружи что внутри и дальше мы определяем делаем чуть плотнее делаем чуть менее да но здесь даже по расположению иконки понятно куда она будет и как ну да и в принципе понятно в каком объеме их будет то есть на это может посмотреть сам заказчик до на это может посмотреть дизайнер понять как бы не мешает ли ему эта камера в интерьере ну и соответственно допустим там вот спальне и заказчик скажет что там я не готов вот ни при каких обстоятельствах там не знаю у своей там мамы чтобы не было камера или наоборот кому кто-то угасеет что ребят ну вот а мало ли что да ее можно ставить ее можно не ставить зависит от бюджета и возможности но рекомендуемые точки расположения мы даем в рамках именно вот это услуги с как скажем так это вот стартовое наше начальное задание когда а что же такое умный дом и причем вот здесь как раз отличаются бюджеты потому что к тебе приходится сколько стоит умный дом вот когда мы приходим вот с этим клювом инсталлятором у нас есть понимание что в этом умном доме должно быть да здесь и акустика и свет и безопасность все под системы и вот тогда уже хотя бы можно сравнивать примерно одинаковые вещи а непростой запрос продайте мне что-нибудь а камера вообще может быть еще и элемент безопасности насколько я понимаю да да конечно любая из этих камер может быть встроена именно уже профессионально систем безопасности мы по нашему же главному принципу ничего не ломаем и ничего не рушим камера остается та же мы меняем регио видеорегистратор легкого класса которые достаточно для хранения уже на сложенную систему с аналитикой специальное программное обеспечение уже распознают движение направление движения распознание лиц свой-чужой вот тебе один еще из кейсов если в два часа ночи появляется лицо и она не знакомы членом семьи открыть вольер салабай вот ну то есть именно здесь мы не подвязаны к механике техника используется одна и та же но мы меняем просто компоненты для усложнения или облегчение той или иной задачи то есть вместо датчика объема можно просто сделать чтобы сама камера была по сути таким датчиком да и регистрировал все-таки это разные процессы и как правило мы их стараемся не перемешивать то есть это и другой до из твоего опыта вот например там ну понятно что в мастер спальню там хозяйские спальни там не ставится камеры как бы по правилам вот а вот в детские комнаты ну есть определенная градация детей до 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 13 и после смотря от жизни владельца мы всегда подводим детские комнаты камеры ну потому что это удобно с грудничком гораздо удобнее чем радио няня плюс то всегда круглосуточно до понимаешь тебя не сядет батарейка на это радио не эта камера является частью дома ну да тебе не надо подключать эти устройства провода там всего да плюс еще куда-нибудь как-нибудь когда у нас есть дети и их помощники обязательное требование это лестнице детские комнаты мы настоятельно рекомендуем ну это твоя семья это твоя жизнь все-таки это самое дорогое сушно ты мне тоже провода проложил в детские комнаты у меня дети категорически сказали папа нам никаких камер не надо игроки я ваше пространство уважаю абсолютно верно но когда наступит момент расширения перемещения ты подойдешь и будущему владельцу скажешь ребята два движения один сможете здесь коррой и пожалуйста на все это будет очень большим у нас картинка получается выводится там через приложение мы всегда можем увидеть посмотреть здесь у нас штатный регистратор есть еще регистратор который записывает в нашей системе видеонаблюдения стоит штатный регистратор картинки и записи мы можем посмотреть с него в его уже специализированном программном обеспечении но эти камеры также у нас зашиты в нашу систему автоматизации и мы можем в реальном времени посмотреть что у нас где происходит это удобно этот регистратор у нас как раз стоит серверный абсолютно верно все оборудование которое имеет размер 60 на 60 и его пытаются запихнуть в электро щитки как мы видели только что это не для тех мест для него нужно отдельное место и вот этот регистратор он там имеет какую-то кратность то есть количество подключаем дамир там 16 до по моему в нашем варианте 16 потому что действующих камер у нас 9 но мы их всего их планируется по проекту 26 то есть все прям поставить будет 26 на вопрос будет второй регистратор купить дальше мы уже будем думать либо вторую шестнашку либо мы усиливаем видеонаблюдение ставим аналитику 1 32 канала здесь с точки зрения механики мы абсолютно свободно следующий блок который обязательно нужно выделить это интернет в частности вай фай сеть мы постоянно дома говорим о том что должен быть бесшовный вай фай все-таки площади большие в этом доме про 1852 квадратных метра и перемещаться там с телефоном так чтобы потом терялась связь это вообще неправильно для этого сегмента про бесшовный вай фай я уже неоднократно рассказывал но тем не менее раз это у нас альманах вообще по умным домам еще раз кратко повторю бесшовность она заключается в том что переходя из помещения в помещение там например с мобильным телефоном у тебя происходит незаметное переключение от одной точки доступа к другой в обычном шовном вай фай как происходит ты поймал какую-то точку и пока она у тебя хоть на единичку там на один стаканчик там работает он ее будет держаться хотя рядом вот она точка которая ближе у нее уже гораздо лучше сигнал в бесшовном же варианте как только мы входим в более сильную зону действия другой точки мы переключаемся на нее при этом точки между собой тоже взаимодействует обмениваются информации и происходит приемка передачи этого устройства и для того чтобы эта система хорошо работала нужно грамотно расположить роутеры для этого естественно нужна проектная стадия и строится модель вай фай вот например так выглядит модель в данном случае она выполнена программой без физического присутствия на объекте можно конечно делать радиоразведку так называемую когда уже есть дом есть все перегородки их отделка установлены двери есть понимание где будут зеркала раньше нет смысла делать такую радиоразведку она будет с погрешностями но в целом вот такая программная модель может быть процентов на 15 как бы имеет погрешность она достаточно точно определяет и толщину там стен да ну и соответственно как будет этот сигнал работать при этом строится две модели это например модель на покрытие 5 гигагерц вот модель на 2 и 4 гигагерц то есть роутеры работают в двух диапазонах меньше гигагерц тебя больше расстояния но меньше скорость то есть а надежнее контакт но соответственно скорость не такая сильно опять гигагерц это стандарт уже который позволяет на очень высоких скоростях работать вот а сейчас контент такой что там где в 4к потоковое видео да и соответственно правильно спроектировать эту сеть позволит тебе вот в режиме реального времени перемещаться по дому и не терять сигнал плюс надо конечно понимать что сейчас работает стандарт вай фай 6 скоро будет уже вай фай 7 потом наверное вай фай 8 и так далее и так далее и с развитием этих стандартов уменьшается расстояние между точками но увеличивается скорость и это нужно иметь ввиду если строится дом на несколько десятилетий вперед то все равно к роутеру интернет проходит по проводу эти провода необходимо в нужных местах заложить и сделать это с запасом на будущее для развертывания например сети вай фай 7 при планировании вай фай обязательно нужно не забыть про зону террасы вот есть точки доступа которые устанавливаются на улице и плюс про покрытие участка есть какие то есть зоны где предполагается долгое нахождение людей то обязательно их тоже нужно покрыть сетью вай фай сейчас у нас на этот дом например заложено 20 точек доступа ну а дальше опять же решение за будущим собственником нужна ли ему такая прям бесшовная сеть можно например установить 10 точек и в режиме 2 и 4 гигагерца все спокойно будет работать и еще момент это установки самих роутеров дело в том что если его куда-то закладывать за потолок в шкаф то очень сильно теряется сигнал и здесь мы больше за функционал потому что ну роутер должен давать хорошую скорость и лучше его устанавливать в открытом месте чтобы его ничего не загоражил поэтому чтобы это не конфликтовало с дизайном изначально вместе с дизайнером нужно предположить места установки роутеров вот отсюда видно да роутер находится прям в углу покрывает вот это все помещение да он в гостиной но в целом его даже практически и не видно белого цвета к потолочку в уголочке стоит все никому не мешает следующий блок которым хочется поговорить и он не совсем связан с автоматизацией это усиление сотовой связи на самом деле болезни загорода здесь не такое количество там вышек как в москве часто бывает так что где-то связь глушится и вот приезжаешь показывать дом да и у тебя просто никакой связи нет и появляется только когда из него выходишь естественно толстые стены да еще разный рельеф на это все очень сильно влияет поэтому для комфортного проживания нужно об этом задуматься на моменте когда готова коробка имеет смысл здесь произвести замеры как здесь сигнал сотовой связи причем у разных операторов и если вдруг он недостаточный то нужно задуматься о том чтобы заложить систему усиления сотовой связи в целом мне кажется что с течением времени это становится все не так актуально например сейчас есть технология вайфай коллинг когда ты можешь получать звонок находясь в сети вайфай который идет тебе на мобильный телефон более того вообще ну сотовая связь по сути сейчас нужно для просто обычных звонков на телефон для получения смс-сообщения пока еще это остается актуальным да и то даже в банкинге сейчас идет отправка пуш уведомлений а в в основном все коммуникации они происходят через те же мессенджеры ватсап telegram и так далее в этом доме мы заложили возможность для усиления сотовой связи дело в том что эта система она устроена при помощи большого количества антенн их нужно проложить по дому в определенных местах антенны необслуживаемые соответственно их можно зашить к ним доступ в будущем не понадобится они соединены через ответвители и дальше можно установить бустеры так называемые которые усиливают сигнал внешнюю антенну которая ловит этот сигнал и по всему дому даже в цокольном этаже будет абсолютно полное покрытие по сотовой связи вот но изначально мы эту систему устанавливать не стали потому что все таки это может быть воспринято кем-то из будущих собственников что это дополнительно антенны дополнить какие-то сигналы которые не нужны да по-разному люди к этому относятся и выбор будет уже за ними устанавливать эту систему или нет следующий блок он связан с аудио это система мультирум возможность прослушивать музыку или звук там с телевизора с каких-то устройств непосредственно в помещении благодаря встроенным колонкам вот я есть честно просто небольшой фанат музыки поэтому мне эта тема не так близко но давайте про то как она устроена поговорим как раз с алексей алексей давай на примере мастер спальни расскажем как раз про акустику в этом доме аудиоподготовку то есть мы в некоторых помещениях врезали колонки да работаем акустика которая расположена по определенному принципу алгоритму место там абсолютно не случайно то есть не просто как бы взял это как раз на прикабель плане тоже показываешь где должно быть установлен абсолютно верно и их расположение как раз нам позволяет заполнить эту комнату музыкой достаточной для комфортного воспринятия и и будет слышно хорошо в любой из точки этой комнаты если мы сюда ставим телевизор вдруг то мы также звук от телевизора слышим смог слушаем через эти колонки да это допустимо но все-таки я бы эти колонки оставил под музыку я не любитель музыки хотя и телевизор не смотрю тем не менее как минимум можно же этот самый youtube смотреть и звук вывести на колонки может так можно а это как делается нет это не bluetooth мы не используем bluetooth как технологию для передачи звука потому что раньше в каких-то временах да у была проблема что когда ты отвечаешь на звонок его слышит все понятно в этой квартире что можно спокойно там оценить час на текущих колонках маленьких которых соответственно в общем как то это у них раньше было сейчас вы сказали уже все исправлено но у нас слишком большое расстояние что надо работать по этому протоколу соответственно у нас только рп или только хромко то есть правильно я понимаю что ты когда выбираешь airplay ты у тебя появляется комната и ты прям транслируешь сюда или там в санузел и тогда абсолютно 10 и отсюда перешел санузел ты взял просто переключился и продолжаешь слушать там либо добавил просто эту комнату звучание туда же понятно есть может одновременно в нескольких помещениях синхронную абсолютно верно и в этом отличие тоже профессиональной системы у нас есть режим вечеринки когда мой единый источник включаем во всех помещениях и все прям синхронно нигде и нигде ничего не отстает и нигде ничего не заболтывается в доме у нас фактически и сейчас на режим демонстрации установлена три зоны причем у вас идеальной кровати и мы здесь поставили идеальный звук это бауэрсен вилкинс который вы можете спокойно услышать в своем автомобиле если он у вас есть мазерати ставит мазерати бмв причем там вы еще доплатите за установку премиум пакета акустического здесь он у вас в подарок с домом мы можем расшириться до всех комнат в каждой комнате по проекту у нас акустическая система плюс у нас подзвучка бассейна и плюс у нас уличная то есть все вещи мы предусмотрели для будущего владельца то есть нас везде проложены ребят провода чтобы подключить потом и есть естественно проекте места установки правильные места установки этих колон алексей еще знает секрет как можно сэкономить на прокладке проводов потому что акустические провода самые дорогие вот благодаря правильной схеме проводки все будет звучать замечательно да при этом как бы такого бюджета большого не помочь кабели мы купили в два раза меньше чем это мог бы сделать кто-либо другой вообще просто кабель профессиональной и другой но он и кабель дороже но конечно меньше дашь кабель для дни ну скажи в пересчете на стандартные схемы как мы любим один провод одна колонка да мы применяем во-первых профессиональный кабель они потребительские которые вам подадут в магазине электроники да он бытовой у нас он закрывается также как у нас электрический кабель в двух оплетках как на помнишь там темная дальше прослойка сами проводники к акустике идет точно такой же кабель это профессиональный кабель он по качеству как и обычный бытовой который мы можем купить в любом из магазин электроники но у него срок службы на выше все характеристики те же а еще вообще вот вся система стоит ну понятно динамики есть что располагается там у нас есть другой конец от динамиков да и обязаны туда поставить усилитель усилитель то есть на каждый динамик идет усилитель но так как у нас это многоканальная усилитель у нас является не несколько отдельных устройств а одно комбо устройство обслуживающие сразу несколько зону соответственно перед ним мы ставим матричный распределитель который мы подаем сигнал и он может сделать либо одну зону либо все до подойти рано и соответственно с контроллера бонусом идет некоторые покупают отдельно а у нас в контроллере уже заложено 5 акустических зон независимых которые мы можем удали вы транслировать это просто штатная опция профессионального контролера о круто то есть в целом можно на этом режиме звуком мы обеспечены для не взыскательного покупателя текущей комплектации дома хватает на все случаи еще очень важное место где надо обязательно устанавливать как мне кажется звук это гостевой санузел где у нас тоже провода проложены у нас заложено резала да да мой данного режим вечеринки там идет легкая музыка и никого и какие конфузы нет это абсолютно правильно но в данном проекте мы сделали главную спальню главную ванну и кухню ну окей мы можем звук транслировать там со своего устройства там с телевизора вот вообще можно же наверно какой-то свой медиа сервер там и вида технически мы готовы для подключения своего музыкального хранилища если у вас его нету то вы его можете купить поставить и брать музыку с него либо используется вообще потоковые сервисы до из них часть сейчас ушла но нет предела нашим желанием и возможностям я очень люблю стриминговую музыку она удобная и у нас главное да это отличие то что у нас телефон не является источником сигнала это важно метод управления это всего лишь способ управления мы на нем мы можем сделать громче тише и выбрать канал но мы не привязаны именно к телефону и уйдя из дома музыка останется нам надо кому-то детям что-то включить да ну и фоном она играет вот как сейчас у нас идут демонстрации дома у нас везде играет плавная музыка это повышение настроения называемый акустический комфорт когда ты не в тишине если мы говорим про аудио конечно стоит затронуть домашний кинотеатр в целом я считаю что в гостиной такого уровня дома должна быть система домашнего кинотеатра но опять же не всеми она будет востребована кто-то вообще телевизор например не смотрят но возможность дальнейшем подключить колонки и сделать это так чтобы не торшало проводов нужно обязательно сделать поэтому в этом доме мы развели всю проводку и в дальнейшем можно будет систему 51 сюда подключить то есть это 5 колонок две задние две передние одна фронтальная и сабвуфер все это подключаем как бы и развертываем здесь домашний кинотеатр не устанавливаем еще и потому что требования людей очень разные кому-то нужно просто high-end аппаратура стоимостью там миллион рублей одна колонка вот а кому-то достаточно одного 3d саундбара который просто подключается напрямую к телевизору вот поэтому в дальнейшем уже собственник сам решит что ему установить в этом доме у нас есть помещение свободного назначения которое мы обычно называем хобби комната оно находится в цокольном этаже но в данном случае мы его планируем все-таки под кинозал мы не стали его уже непосредственно отделывать и готовить под кинозал не стали закупать сюда оборудование но тем не менее это помещение кинозал сам по себе может стать также одним из элементов системы умный дом дело в том что мы специально прокинули дополнительно лотки через которые можно протянуть любое количество проводов до серверной комнаты сервер установить необходимое дополнительное оборудование и также через систему умный дом с пульта control по здесь сидеть и управлять наклоном кресел включением мультимедиа увеличивает звук и так далее и так далее но поскольку требования к кинозалам у целевой аудитории могут быть абсолютно разными да и варьироваться бюджет может просто в несколько раз и разница может быть просто десятки миллионов рублей поэтому мы здесь сотрудничаем с одним из лидеров рынка по домашним кинозалам компании black room они в этом году стали победителями аж в нескольких номинациях в престижные премии среди smart home awards 2023 который проходит в лондоне то есть они реально номер один в европе и конечно это супер профессионал они для нашего дома сделали уже несколько просчетов и предложений очень здорово что у ребят есть такая градация которая более понятно и относит нас к выбору автомобиля например есть предложение на обустройство там за 18 миллионов это audi a6 типа да есть например е-класс за 24 миллиона и за 36 миллионов с класс вот целом 36 миллионов на это помещение чтобы сделать всю акустику все оборудование мебель и будет вот такого качества здесь и звук и картинка ребята действительно настоящие профессионалы просто посмотрел один из их документов 25 факторов которые влияют на качество домашнего кинозала в частности например что двойная акустическая дверь чтобы не было слышно да и сама акустика в помещении обязательно расположение колонок со фронтальной части за экраном это правильное расположение мебели диванов да это настройка звука конкретные места это интерьер там в темных тонах и множество множество других факторов у нас есть специальные возможности для зрителей канала vdt по промокоду vdt вы получите очень приятный бонус вы его можете увидеть в титрах или в описании к этому ролику так еще наверное стоит остановиться на том чем не стоит управлять и что не нужно завязывать на общую систему автоматизации в частности например есть мнение что управление котельной котлами в частности да это сложное техническое оборудование у которой есть свои мозги свои контроллеры ими управлять извне не нужно это просто дополнительная опасность это оборудование должно быть изначально правильно настроено единственное что можно завязать на систему автоматизации это получение определенных данных не знаю о температуре теплоносителя вот в принципе работе там котлов работе каких-то там контуров о протечках в зоне котельной целом все то же самое например с системой снега тайне у нее есть свой контроллер он включается по определенным запрограммированным событиям события связано там с понижением температуры на улице до ниже критической нормы и с выпадением осадков есть специальные датчики осадков которые фиксируют то что выпал дождь или снег и при наступлении этих двух событий происходит срабатывание системы и теплоноситель поступает и начинает обогревать поверхность все мы уже затронули в интерфейсе управления в частности с обычных кнопок да там с каких-то пультов управления экранчиков в интерьере дома вот дальше можно положить планшет можно пульт да но есть еще как бы голосовое управление да и вообще в целом наверное умный дом множество сейчас ассоциируется не знаю там с алисой или с другими какими-то голосовыми помощниками вот мы пока в этот дом дополнительную голосовую интеграцию не делали вот расскажи про то как ты относишься к голосовым помощником да и какое они имеют место как раз системе умный дом но как и три года назад с момента нашего первого интервью отношусь к ним ровно также удобная вещь но себе бы я не ставил обожают дети обожают родители штука но на самом деле хорошие что уж говорить единственное что их путают именно с полноценной системы это всего лишь это такая же кнопка как и любой интерфейс да вот это нужно об этом помнить что голосовой помощник это опция мы эту опцию можем сюда посадить при желании будь то явная воля владельца да пожалуйста в текущей базовом виде вы как девелопер ну во первых это для вас дополнительная затрата во вторых кому-то она может быть и ненужным и это осуждаема вещь аху что это происходит над купить какой-то блок еще как он и какой-то блок как минимум начнем мы с голосового помощника будет не этот самый понят сам сама там колонка окей а дальше как она будет взаимодействовать вот с контроллером тогда или с чем она будет взаимодействовать уже непосредственно с контроллером которому ну или шиной на самом деле вариантов решения этой задачи за последнее время стало крайне много вот начнем с того какой будет у нас начало помощник а дальше уже приборы которые мы будем докупать и доставлять они все есть свободной продажи их можно спокойно установить почему ты все-таки против еще раз образцы голоса зависимость от интернета то есть вот голосовой помощник но есть отдельная система за пределами россии где у нас уже голосовой помощник встроен непосредственно в железо джош да по-моему это джош привет джош да и не представляю как мы ходим по дому джош лоджу на английском языке причем надо и он нам отвечает в нашей колонке и с ним можно уже пообщаться о погоде ему уже можно предложить на свой вкус поставить что-то но это оффлайновый интерфейс это распознавание голоса происходит локально в отличие от колонки алиса той же где отправляется голосовая дорожка через интернет идет на сервер там яндекса там орги дальше возвращается команда то есть это полностью уже оффлайн это уже действительно это искусственный интеллект который написано под платформу разработка на самом деле шикарно я думаю что рано или поздно ее там заметят и попытаются как-то реализовать но эти решения уже есть ну если честно я не понимаю почему не создали как бы уже локальных голосовых помощников стоит одно и тот же считать простейшие команды на записал их там и все и считываешь да но ядро и железо это будет вообще не массовый продукт но полярячим же является все все наши вещи как ты заметил они находятся в другом ценовом сегменте хотя это просто релюшка просто выключатель просто лампочка но технологии стоит денег их производство стоит денег поэтому это всегда будет не вас ну если честно я вообще не противник абсолютно даже сторонник голосовых помощников мне очень не страшно что там слушают у нас хоть круглосуточно меня слушайте вот никаких секретов нет пусть утекает все что все что может учить утечено у нас в работе твоя квартира наконец-то ее нам скоро передадут где мы сможем уже за вот там вы повеселимся то будем шторами двигать там и все остальное у нас будет сюда там там будет наверное отдельный мастер-класс потому как жить в квартире с кайфом хорошо окей давай возьмем siri как бы siri ты не слушает в постоянном режиме то есть он включается когда ты ее как бы запускаешь так также и алиса не слушает и но у нас нету документальных подтверждений вот когда ты не разрабатывал это программу я его не разрабатывал и поэтому вот на есть ключ и акцент так называемый когда на анализе шума вы выделяем слово обращение алиса сириса он типа начинает слушать на самом деле как бы он фоновом режиме все равно слушать возможно возможно нет какова итерация чтобы не пропустить это снова да но то есть все равно же мы должны услышать это слово да да вот как этот алгоритм я не уже давно не программист да давно не разработчик столь глубоко не лезу но я раньше знал как это используется и работает поэтому по старинке вот тоже старовер наверно в виде не без голоса состоянии прожить так друзья мы тут провели в моем телеграм-канале опрос у людей установили ли бы они себе систему умный дом вот у нас ответила поучаствовал голосование более тысячи человек поэтому я считаю что опрос вполне состоялся он репрезентативен так вот конечно да сказали 50 процентов возможно 32 то есть 82 между прочим вот точно нет сказали 18 процентов на самом деле радует как бы такая статистика я надеюсь тебя тоже вот но тем не менее мы попросили еще описать как бы свои какие-то боли вот и мы их так немножко сгруппировали вот первая боль которая озвучивает это некая зависимость от подрядчика что система достаточно сложные требует профессионального инсталлятора вот и что будешь постоянно как бы на абонементе сидеть и только зависеть сам ничего там включите выключить не сможет давай ну это не миф да но к сожалению или к счастью хорошо собранная система в обслуживании не нуждается это прям это бы футбол да да как и любой из предметов но ровно до того момента пока она не сломается соответственно квалификация завязка вот на инсталляторах и на подрядчиках но наверное ты не пригласишь в этот дом повара который не умеет готовить наверное не пойдешь в поликлинику к врачу который не умеет лечить это опыт и это действительно сложный продукт это не сегмент сделай сам где все риски ты несешь мы несем как инсталляторы ответственность за конечный продукт соответственно инсталляторы бывают разные это очень объемный рынок даже в текущих реалиях квалификации подтверждается документами у хирурга есть диплом у юристы есть диплом у профессионального инсталлятора есть сертификат и это не пустой звук но тут еще звучит именно опасение от того что они конкретно от тебя будут зависеть от человек который устанавливал эту систему вот скажешь все у него все ключи пароли как бы все явки все больше только вот от алексея зависим что с ним случится произойдет трубку не будет брать и что делал ну я и трубку уже и не беру потому что для этого у нас есть технический отдел да я только оставил на себя какие-то первичные звонки и общение с достаточно узким кругом заказчиков если что-то со мной случится всегда найдется другой система конкретно почему я люблю control for то что дилеру не нужно иметь вот так называемый образец программного обеспечения как это в knx и но любые итерации пока на их суммы меняем мы передаем это заказчику на вы как сейчас непосредственные исполнители этого дома вы получаете копию этого файла дальше вы его состояние передать любому понятно любой программист другой инсталлятор мы говорим вот вот проект вот вот как все работает control for еще проще эта система реального времени там просто надо иметь ноутбук лицензию и даже никакие вот эти образцы он просто придя в дом может но ты его должен физически пустить ну по крайней в первый раз первый раз а потом он может и он может уже на свой центр мониторинга переключить это все если это требуется если это не требуется приезжать локально это сложное устройство поэтому обслуживание на к сожалению со мной с ним с ним вы будете завязаны на профилактике хорошо сколько стоит профилактика ну не знаю применит в этой компании в нашей компании на домах подобного размера но скажем так есть дома до до 500 до 1000 и ваш уже перевалил за тысячу да поэтому ваше обслуживание именно в нашей компании ежегодно будет свой 200 тысяч рублей до 50 он будет включать себе четыре плана хуиза инженера ну кого это все остальное уже контрактная то есть мы осматриваем дом предотвращая какие-либо возможные проблемы но и соответственно если они появляются оперативных решений у остальных компаний но вот насколько я знаю рынок наш да мы внутри рынка работаем за похожие деньги у нас похожие бизнесы просто все реализуют по-разному но возможность любом случае это сложный продукт поэтому вам нужен помощник но миф что он здесь будет жить у вас подвальчики это миф не нужно здесь на постоянку следующий вопрос такой общее опасение это то что будет зависимость от самой системы что она там сломается как-то выйдет из строя ну потому что в понимании человека до замыкание сети гораздо проще более отказоустойчивая чем вот эта вся история посылаем сигнал там что-то как бы переключается заключается какие-то контроллеры в отлай интернет да но к счастью наверное твоя аудитория частично сталкивался ну а наверное нет когда от светодиодной лампочки низкого качества приваривается выключатель и он не выключается обычные аналоговые выключатели такие случаи в жизни есть нет эта система не настолько страшно и именно почему мы используем knx они вот именно в ядре самой системы все опорные функции у нас децентрализованы если у нас что-то произойдет ну как и в любом до этого произошло она сломалась всем остальным и можем пользоваться у нас целиком обвалить дом невозможно но за исключением там каких-то глобальных вещей если это делать специально ну и насколько я понимаю да мы всегда можем отключить вот этот верхний уровень управления самый сложный и соответственно вся вот эта внутренняя система knx она работает тоже как автомат еще раз она работает надежнее чем автомат и еще раз до более скажу деревянные дома у нас ни один реализованный кейс когда к нам приходит мы не хотим умный дом ну потому что там 18 процентов но тянуть проводку в срубе который изготавливается на заводе когда там каждый сантиметр вот это да это ну трудозатратно дорога просто прокладываем нормальную шину мы делаем нормальную электрику и мы не даем заказчику управление что у него там шкафу моргает и щелкать ну она и так моргает еще защита щит шкафы шкаф выключает ли выключать это удобней во всех случаях но на данный момент потому что даже не беря задел на будущее это просто экономически на таких площадях эффективнее как показал практика но вот эти все актуаторы там дополнительно какие-то модули там перехода в интернет и остальное горят там не знаю но система рассчитана в общем-то на непрерывный срок работы и задумывалась как коммерческая если мы вспомним историю knx это управление все таки большими коммерческими зданиями течение какого срока ну то есть 15 лет вполне себе живые есть экземплярчики до сих пор работают и будут работать и вот из разряда пришел его там раз полгода покрутил контакты посмотрел что все нормально и все работает и старички эти есть все с ним хорошо третья боль это опасность утечки данных ну про голосовые помощники мы сказали их можно просто отрубить вот ну а дальше то что кто-то влезет сломает там и так далее как навсегда главный вопрос как если квалификация вашего системного администратора недостаточно чтобы обеспечить внешнюю безопасность смените системного администратора да мы в общем-то абсолютно спокойно относимся к попыткам даже на взломать даже уже сейчас на на профессиональный кейс пойдет если ты три раза постучался снаружи интернета и не угадал пароль тебя заблокирует на неделю и сделают вид что просто устройство незнакомо пробовать можно случаи бывают все описанные документированные случаи всегда связаны с расхлябанностью установщика который просто игнорировал даже нормативные меры безопасности технически как и любое оборудование она поддается взлому дата гарантировать что вот это невозможно самое безопасное у нас кошелек деньгами который лежит в сейфе а ключ мы куда-нибудь выкинуть соответственно здесь то же самое если есть доступ наружу то есть риски но в нашем случае они там даже в каких-то долях процента если систему полностью автономно так взломать нечего потому что у нас нету интернета на но система работает сама по себе ну то есть целом можно как бы если ограничить себя какими-то функциями вот именно вне внешними да из извне управлять можно вообще сделать систему автономный просто ну я же говорю мы ставим firewall и то есть мы прописываем правила в именно в самих наших firewall их на роутерах то чтобы она не работала так у нас остался последний блок десятый про автоматизацию в спа комплексе где есть бассейн сауна хамам какие здесь особенности есть чем мы можем здесь дополнительно управлять ну давайте начнем все-таки с базы до база мы управляем освещением да но у нас здесь особенное освещение давай про него расскажем ну собственно говоря все видели этот потолок прошлого выпуске с тобой до вещь действительно требующие огромное количество энергии и ресурсов 4 киловатт ребят 27000 диодов в панно такого размера как ты понимаешь мы обязательно должны иметь возможность изменять яркость потому что сейчас у нас день и вот такого света нам достаточно но когда наступит сумерки или когда мы захотим просто поплавать с комфортом мои просто демируем это до какого-то разбила прям очень еле-еле сюда так у нас по освещению еще дальше включим можно этот свой рассвет делал закат солнца вручную когда это полотно натягивали я был очень удивлен потому что это очень массивный объем света и здесь действительно загорать не получится но ощущение как от солнечного дня у нас здесь еще есть подсветка снова бассейна и и не видим специально сделали так чтобы она не слепила глаза то есть и тоже можем управлять вот джакузи джакузи наверное все таки джакузи выводить на систему управления нет смысла мы не используем да у нас всего четыре кнопки на выключатель а потом все весь функционал дополнительно мы используем приложение но мы можем спокойно спустившись механикал рум бассейна включить противоток сделать отдельный фонтан и самое главное запустить вот эти предметы удаленно но вас вот кстати очень удобная штука тоже нас электрические печки да ну мы сейчас не подключали же нет мы не сделаем уже граба да и самое главное что мы можем этим в будущем управлять вот и в целом даже нужно ли будет сценарий собственнику на лет мы не знаем да но это проектные работы это устройство которые работают сами по себе они потребуют приложение инженерных мыслей мы их выбирали естественно с запасом на то что наша мысль сможет приложиться под это поэтому решение в целом выносимое за пределами локального управления то есть мы можем собираясь с работы включить сауну пока подъехали уже увидели что по 90 сколько 100 градусов и спокойно пользуемся раз потом отключили да вот ну и кстати с противотоком в целом он всегда управляется локально но иногда там такой как бы поток что тебе неудобно и его там включать выключать можно тот же голосовой помощник например установить как алиса включи противоток алиса выключи противоток и все и поплыли об этом можно будет подумать ну и сюда я насколько помним и еще там пять колонок по моему здесь у нас базового зала заложены пять колонок но четыре основных подключая настоящий может мощный сабвуфер чтобы нам было весело а то есть прямо такая система и в данном помещении у нас собственная система приточно-вытяжной вентиляции которая обслуживает исключительно этот бассейн она работает в рамках этого помещения чтобы не подмешивать здесь на слаженность всегда выше да здесь у нас условия работы абсолютно другие поэтому в этом доме две приточки если ты говорил об этом или нет я не знаю но этот факт который мы расскажем будущим владельцам дома а с точки зрения управления вот этой приточкой с точки зрения ну мы отдельно управляем приточкой бассейна она у нас вытащена меню мы видим влажность бассейна мы можем вытащить температуру помещения температуру воды ты не можешь в целом как бы управлять температуру воды опять же также с приложением да ну собственно говоря да наша идея в том чтобы это не делать в 10 разростных приложениях а именно все управлять всем централизованно и режим отпуска например ты понизил температуру домой выключаем чтобы не было дополнительные там вечеринку персонала и прочим там остужаем воду и все свекла и бассейн у нас ждет нас из отпуска вроде бы про это сказали про это сказали ребят 15 страниц сценария мне кажется наиболее полного выпуска вообще в принципе в ютубе про автоматизацию не существует мне кажется я рассказал про все друзья я надеюсь было интересно я вам не наскучил своим таким детализированным подходом конечно мы очень ждем обратную связь потому что наши стандарты которые мы заложили вот на этом проекте они будут только развиваться дополняться еще благодаря тому что вы будете делиться обратной связью мы ее очень сильно ожидаем и от тех ребят кто занимается автоматизации да вот инсталляторов интеграторов тогда инженеров от целевой аудитории кто реально пользуется системами автоматизации причем вот такими полноценными уровня этого дома не diy решениями да и умными колонками а именно комплексными системами какие были проблемы какие вопросы на что обратить внимание что мы может быть у себя в стандартах неправильно предполагаем с точки зрения сценария жизни семьи вот в таком доме пожалуйста поделитесь я перечитываю все комментарии обязательно все это помечаю отвечаю на вопросы по существу наши стандарты будут дополняться это сценарий у нас на 11 листов а стандарты уже у нас страниц на 40 наверное расписаны вот возможно когда-то мы будем готовы эти стандарты опубликовать и выложить в открытый доступ следите за публикациями в том числе и на телеграм-канале собака веско алекс там часто кстати проходят очень интересные опросы мы как бы делимся мнениями также в комментариях я в целом буду очень рад если получится действительно сформировать стандарты которых будут придерживаться и инсталляторы и сами жители подобных домов тоже как сейчас обычно бывает вот если ты хочешь себе умный дом ты приходишь тебя спрашивать а как тебе надо да а я не знаю как мне надо и множество людей даже не знает как должно быть им не говорят как должно быть они говорят мы можем сделать как хотите вот я хочу сделать такие стандарты где я скажу как вы хотите этого да и дальше вы можете определенные опции для себя там применить большая часть из них будет обоснована и будет способствовать комфорту проживания в загородном доме я конечно буду очень рад если будут перепосты этого выпуска когда им будут делиться и говорить что я хочу у себя автоматизацию как вот рассказывали на канале в дт мне не жалко пожалуйста пользуйтесь устанавливайте у себя и конечно владейте двигайтесь творите пока пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»